Продолжение следует... 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 Конечно, есть много спекуляций на тему, можно реализовать, нельзя реализовать эффективные проекты или нет, но там, где есть желание работать и эффективная команда, ГЧП работает уже сегодня. Причем не только на федеральном уровне, но и на региональном и муниципальном. К сожалению, пока нет коллег в Ханты-Мантийске, можно привести примеры реально запущенных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даже на муниципальном уровне в городе Коголым и в Кандинском районе Ханты-Мантийского автономного округа. То есть там, ну, есть проекты более крупные в Ростове, в Санкт-Петербурге, понятно, в Москве, но есть и муниципальные проекты, то есть все это возможно. Так, где применяется ГЧП? Ну, сфера применения понятна, это транспортная инфраструктура, на ней, в основном, делает акцент федеральной власти. Это автомобильные дороги, мосты, прочие дорожные сооружения, аэропорты, морские порты, речные, все это может быть объектом ГЧП. Это, естественно, система водоснабжения, водоотведения, сфера переработки ТБО, теплоснабжения, энергоснабжения, ну и социальная сфера. Также может быть объектом ГЧП и эффективно работать, ну, при условии правильного подхода к проекту и здоровых интересов со стороны частного и публичного партнера. Скажем, добросовестный подход, он важен всегда, как не регулируя отношения. Хотелось бы сразу отметить, что, ну, модели ГЧП бывают разные, на федеральном уровне закреплена только концессия, концессионные соглашения, там, до 15-го ПЗ, но достаточно популярными являются и другие схемы ГЧП, такие как обратная аренда, долгосрочные инвестиционные соглашения, аренда с инвестиционной нагрузкой, подряд с рассрочкой, энергосервисные контракты, операторские контракты, контракты жизненного цикла. Ну, собственно, инструментов много, хотелось бы сразу отметить, что реализация любого проекта ГЧП возможна только на конкурсной основе, то есть конкурсная процедура обязательно. При этом конкурсная процедура может быть как в рамках закона о закупках 44-го федерального закона, 223-го закона о закупках отдельных юридических лиц, в рамках 115-го закона о концессионных соглашениях предусмотрена отдельная конкурсная процедура, достаточно четко прописана и отличается по шагам, срокам, этапам от других конкурсных процедур. Ну, и, собственно, в рамках постановления проекта «Свабо-отчуждение госимущества» также предусмотрено обязательно проведение аукционных или конкурсов. Говоря о ГЧП, мы все-таки говорим не об аукционах, а о форме торговли в конкурсных отборах, для того, чтобы были качественные критерии отбора. В проектах ГЧП цена не является единственным определяющим фактором, также качество услуг, в том числе услуг населения, достаточно важный момент. Про модель я коротко уже упомянула. Собственно, каков подход к реализации ГЧП проектов? Во-первых, необходимо проанализировать, что является объектом партнерства. И здесь важно не только видеть, ну, скажем, с одной стороны, как правило, органы государственной власти, они видят свою потребность, свою нужду. Нам нужно условно построить очистные сооружения. И не всегда они видят дополнительную возможную коммерческую составляющую, которую видел бы частный бизнес. То есть, по нашему мнению, при определении даже объекта партнерства необходимо взаимодействие с потенциальными инвесторами для того, чтобы выявить их действительно интересы, скажем, условия вхождения в проект. То есть, заниматься чистой теорией можно, но, как показывает практика, когда проект государственного частного партнерства готовится, структурируется исключительно публичной стороной, на такие конкурсы зачастую, к сожалению, никто не заявляется. Это один из основных рисков проведения достаточно большой работы, кропотливого труда, впустую, когда объявлен конкурс, на него не заявляются инвесторы. Собственно, тогда и начинается спекуляция о том, что государственное частное партнерство не работает. Оно работает, если к нему правильно подходить. Так, поскольку мы определили, что правильно является объектом партнерства, дальше необходимо проанализировать оптимальную модель. Дело в том, что даже при, скажем, похожих условиях реализации проекта существуют вариации. Эти вариации не всегда подпадают под действие того или иного закона. Предположим, приведу пример сейчас транспортной инфраструктуры. При реализации дорожного проекта, проекта дорожного строительства на основе ГЧП, понятно, что инвестору нужно каким-то образом окупать свои вложения. Далеко не всегда можно делать проезд платный. То есть не всегда строительство транспортной инфраструктуры на основе ГЧП – это платный проезд. Это по социальным иногда причинам невозможно сделать вообще низкого трафика и просто того, что проект никогда не окупится. Существуют разные варианты, в том числе это эксплуатационные платежи Концидента, то есть государства, которые могут быть разбиты на очень длительный период. Но какой интерес, предположим, государству? Просто иногда есть смысл экономически построить дорогу в рассрочку, иногда его нет. Так вот, а зачастую интересом инвесторов могут быть объекты придорожного сервиса, который он мог бы построить вблизи нового строящегося объекта. И при условии того, что дорога появится, для инвестора очевидно, что объекты будут востребованы. Так вот, в рамках, предположим, действующего закона о консенсионных соглашениях реализоваться такого проекта невозможно. Объектом соглашения может быть только дорога. Поэтому, например, структурирование такого проекта, как концессия, не получится. В таких случаях применяется долгосрочное инвестиционное соглашение, которое как раз предусматривает возможность передачи, помимо возможности строительства автомобильной дороги, так же и сопредельных земельных участков, на которых возможно строительство объектов придорожного сервиса. Это один из небольших примеров. Таких нюансов может быть очень много. К примеру, тот же, наверное, известный всем проект в Санкт-Петербурге по строительству нового терминала аэропорта Пулково, который позиционируется как концессия, так же концессией не является, по причине того, что зарубежные консорции не готовы были разделять риски, предлагаемые федеральным законом, и хотели, чтобы партнером выступало непосредственно юридическое лицо, с которого, грубо говоря, можно сыскать задолженность в случае неисполнения обязательств. Поэтому имущественный комплекс, который можно было вывести, был переведен по ОАО, 100% факции, которые находятся в государственной собственности. Таким образом, по сути, проект был структурирован как концессия, но по форме концессия не является, потому что публичным партнером выступали не государственные органы, а созданное открытое акционерное общество. Хотя, конечно, роль города нельзя преуменьшать в данном проекте, очень они большую работу провели. Собственно, после того, как определена оптимальная модель, необходимо четко подойти к разработке экономического обоснования проекта. Здесь дело в том, что экономическое обоснование насколько-то отличается у публичной стороны и у частной стороны. Каждый видит свой интерес, одни считают для себя бюджетную эффективность, затраты, окупаемость проекта, частный бизнес, ну, по-другому смотрит на гарантии долгосрочного тарифного регулирования, риски с точки зрения привлечения кредитных средств и так далее. То есть, как правило, этот этап стороны проходят по разу. То есть у публичного партнера свои расчеты, свое понимание проекта, да, свои интересы, у частного партнера свои интересы. Главное, чтобы во время конкурсной процедуры они совпали. Собственно, потом необходимо проработать механизм привлечения финансирования. Здесь также важно сотрудничество сторон, потому как, как правило, частный партнер хочет получить у публичного партнера гарантии, как минимум гарантии для реализации проекта. Необходимо, если мы говорим о проектах в жилищно-коммунальном хозяйстве, то долгосрочное тарифное регулирование является обязательным условием вхождения, даже, скажем, предварительного интереса частных партнеров к реализации таких проектов. Поэтому, с одной стороны, частный партнер прорабатывает свои варианты привлечения заемного финансирования, как правило. Публичный партнер прорабатывает возможности выдачи гарантий и других способов бюджетного обеспечения и исполнения. Зачастую публичный партнер участвует и бюджетными средствами в реализации проекта. Это не запрещено законом, и какую-то часть объекта нового строительства может построить, ну или сопутствующую инфраструктуру подвести. Собственно, поэтому данный этап очень важен. Ну, а потом разрабатывается конкурсная документация в зависимости от того, как структурируется проект, как концессия, как подряд, контракт жизненного цикла, или еще как-то разрабатывать конкурсную документацию, инвестиционные соглашения. И хочется отметить, что это неформальный документ, который просто подписывается сторонами, это достаточно документ, который согласовывается потенциальными партнерами с участниками конкурса, потому как, ну, важные условия должны быть сторонами проговорены заранее. Когда мы понимаем, что партнеров потенциальных несколько, то, ну, публичные консультации осуществляются, это нормальная практика, не запрещенная законом. Ну, собственно, здесь я в подробных слайдах рассматриваю подходы к реализации ГЧП-проектов для тех, кто интересуется опытом. Отдельно, более подробно рассказать сейчас не занимая время. Коротко хочу рассказать, ну, собственно, как работают типовые схемы, ну, самые популярные, это та же концессия, чем она отличается от обратной аренды, если позволите в двух словах. Итак, при реализации концессионного соглашения в рамках конкурсной процедуры отбирается публичной стороной частный партнер-консессионер, который в рамках этого же конкурса, что очень важно и предусмотрено федеральным законом, получает в аренду земельный участок, в аренду или иных оснований, предусмотренных законом, земельный участок необходимый для реализации проекта. То есть в данной схеме нормативно предусмотрено, что не проводится отдельных процедур конкурсных или аукционных, связанных с отчуждением земельного участка. Для остальных схем зачастую это бывают серьезные проблемы реализации. Собственно, в рамках концессионного соглашения стороны берут на себя обязательства, концессионер построить, создать новый или реконструировать существующий объект инфраструктуры, четко определенный концессионным соглашением, передать этот объект в собственность государства, конциденты, это обязательное условие концессии. Таким образом, публичный партнер был, есть и остается собственником объекта недвижимого имущества. А концессионер после передачи получает право эксплуатации этого объекта в течение продолжительного периода времени. Конечно, существуют краткосрочные концессии, но, как правило, они многолетние, то есть 5, 10, 20 лет, вплоть до 49 лет концессионное соглашение может быть заключено. Таким образом, финансирование объекта может осуществляться исключительно концессионером, то есть частной стороной, совместно сторонами, или иногда, ну полностью государственная сторона, естественно, не может, потому что если государство полностью финансирует, то это не концессия, это операторский контракт, только эксплуатация со стороны частного партнера. Итак, собственно, частный партнер строит объект, передает и эксплуатирует его. У каждой стороны есть риски, но благодаря проработанному федеральному закону они сколько-то минимизированы, то есть там существует сейчас подробный раздел хеджирования этих рисков, в том числе тариф. В том числе в случае, если публичный партнер не может обеспечить заранее тот тариф, который обсуждал частным партнером, существует возможность продления концессионного соглашения для того, чтобы у частного партнера было больше шансов купить свои положения. Как действует модель обратной аренды? Здесь частный партнер, также отобранный на конкурсной основе и получивший земельный участок, строит объект и оставляет его в своей собственности. Для некоторых частных партнеров это является достаточно существенным условием реализации в проекте. И далее он передает этот построенный объект в аренду третьему лицу, которого определяет публичная сторона. Как правило, это ГУП, МУП или иное предприятие или учреждение, специализированное на эксплуатации данного вида объектов. Можно привести пример социальной инфраструктуры. Если инвестор строит, предположим, детские сады, он может быть совершенно не заинтересован в том, чтобы лично их эксплуатировать. Поэтому он передает их в аренду, учреждению или организации, созданному публичным партнером, который профессионально занимается эксплуатацией. Публичный партнер со временем путем арендных платежей выкупает эти объекты в свою собственность. В чем преимущество модели? Достаточно быстро решается социальная проблема, то есть создается необходимая инфраструктура, коммунальная, социальная, еще какая-то. Ее можно использовать сразу, а расплачиваться за нее можно в течение достаточно длительного периода, что бывает очень полезно для публичного образования, у которого есть социальные проблемы. Ну и, собственно, по завершении соглашения объект передается в собственность публичной стороне, когда путем арендных платежей он полностью выкуплен. Ну, контракт жизненного цикла применяется для транспортных проектов в основном, хотя нет ограничений. Я думаю, что прямо сейчас не имеет смысла на нем останавливаться. Скажу коротко, что преимущество использования ГЧП для публичного партнера – это повышение качества услуг населения. В первую очередь, минута, одна минута осталась. Да, да, я закрепляюсь. Повышается, ускоряется процесс создания самих объектов, происходит снижение бюджетной нагрузки, и риски распределяются между публичным и частным партнером. Хочется обратить внимание, что зачастую публичная гласть держится за объекты инфраструктуры, боясь передать их частному партнеру, считаю, что надежнее и сохраннее, если это находится в публичных руках. На это можно ответить, что мировая практика вся идет по тому пути, что частный партнер в абсолютном большинстве случаев, не всегда, но в абсолютном большинстве случаев, может эффективно управлять объектами. Ну, при условии, что у него есть обязательства, ответственность за эксплуатацию объектов, недвиженного имущества. Частный партнер эффективней, и он может привлечь заемные средства, необходимые для реализации проекта. На наш взгляд, сейчас существует очень большая перспектива применения ГЧП в проектах переработки твердых бытовых отходов, потому что эта проблема назрела абсолютно во всех субъектах Российской Федерации. И поскольку сейчас мы переходим от захоранивания отходов к их сортировке, переработке, иногда сжиганию, ну и захоронению, скажем, уже безопасных отходов, здесь достаточно большой простор для проекта кустарств частного партнерства, которые могут быть по-разному структурированы. И сейчас в разных регионах России мало того, что интерес проявляется, такие проекты действительно запускаются, начинают реализовываться. Ну, к примеру, тот же Саратов, где сейчас такой проект в стадии реализации. Собственно, как хоудинг KPI мы оказываем услуги по структурированию ГЧП проектов, готовые работать и с привлечением инвесторов, и, наоборот, с поиском региональных проектов для заинтересованных инвесторов, помогаем привлечь финансирование. Ну, собственно, осуществляем полный цикл услуги. На этом я хотела бы, наверное, завершить свое выступление. Хотела бы просто призвать относиться к ГЧП как к конструктивному механизму, чаще его использовать, потому что это неизбежно. В любом случае ГЧП проекты будут реализованы. Спасибо. Спасибо, Екатерина Олеговна. Дальше я хотел бы передать слово руководителю партийного проекта жилищно-коммунального хозяйства благоустройства «Артфасад» Дягилеву Александру Маратовичу. Александр Александрович, коллеги, добрый день. Сегодня у нас непростая встреча, потому что она посвящена жилищно-коммунальному хозяйству. Тема проблемная, проблемная для страны, потому что по данным Минрегионразвития износ фонда предприятий ЖКХ составляет сейчас более 60%. И с каждым годом показатель увеличивается где-то на 1-3%. И это заставляет и органы исполнительной власти, законодательные, общественные структуры, бизнес серьезно подходить к вопросу решения этой проблемы. И один из инструментов решения этого вопроса – это как раз именно государственное частное партнерство. Но что тут таить? Есть, конечно, проблема. Проблема – это основная, конечно, отсутствие какой-то серьезной законодательной базы. И в связи с этим инвестор, он должен как-то делить эти риски и прибыль пополам вместе с органами власти на местах. Значит, да, вот Екатерина Олеговна рассказала про все моменты, какие-то вот эти истории с дорогами. Вчера в Москве несколько детских садов было открыто по системе государственного частного партнерства. Идея позитивная. Единственное, конечно, в регионах ждут появления, знаете, как некого барина, который сейчас придет, сам выиграет конкурс, сам предложит проект, все это сделает. И от бизнеса приходят, конечно, такие сигналы, что вот есть сложности, сложности в продвижении на местах каких-то инициатив. Поэтому, ну, общими силами стараемся, конечно, и на уровне законодательной власти какие-то вводить изменения, те же самые, проводим какие-то собрания, встречи, выходим с инициативами. Вот. Значит, какие вопросы зачастую возникают у бизнеса? Бизнес приходит, и он сталкивается с тем, что отсутствует база в регионах. Ну, то есть, ладно, Санкт-Петербург здесь понятна, история с Пулково известна, она, так сказать, образцово-показательна. Та же самая Москва находится на 13-м месте по вопросу законодательства в регионе. А если смотрим Чукотскую, так она вообще на последнем месте. Ну, то есть, получается, что некоторые регионы у нас полностью обделены частным партнерством государства. Вот. Но этот вопрос надо исправлять на заседании, конечно, Сергей Собянин сказал, что в Москве и так достаточно серьезная законодательная база, которая позволяет решать вопросы. Ну, пример с детскими садами, с станцией метро Микинина, с дорогой Москва-Санкт-Петербург, да, конечно, они показательны. Ну, будем надеяться, что поможет данная инициатива, развитию города в частности. Есть очень крупные инфраструктурные проекты, да, такие вот, как строительство дорог, как здание детских садов. Но история, она такая, знаете, по времени немножко растянута, потому что средний срок реализации проектов ЖКХ, он от 7 лет. То есть, понимаете, здесь такой срок довольно-таки серьезный, он и с точки зрения бизнеса затягивается, и с точки зрения, например, дополнительного кредитования, если оно требуется. То есть банки смотрят на такие сроки довольно-таки предвзято. В среднем рассматривается там 5 лет максимум. И здесь, конечно, нужно либо привлекать какие-то дополнительные силы, либо, опять же, на законодательном уровне пытаться это что-то изменить. Значит, пришла инициатива, соответственно, из регионов, каким образом можно было бы сделать не настолько сложный по своей, наверное, структуре, и по привлечениям средств в проект, который помог бы хоть как-то, возможно, восстановить жилищный фонд в регионах. То есть был запущен проект, он функционирует сейчас у нас, в частности, наверное, в 10 регионах, называется ArtFasad. Его суть следующая, что берется какое-то здание, которое не очень находится в хорошем состоянии. Ну, допустим, фасад там, либо подъезда, либо еще что-то. И на средства бизнеса происходит его ремонт с дальнейшим художественным оформлением. То есть это вот наверняка вы видели... Сейчас я попрошу коллег... Пожалуйста, вниз, да. Еще. Вот, то есть наверняка видели вот подобные работы. Когда, значит, на доме, который по графику капитального ремонта должен был быть отремонтирован где-то лет через 20, а вот эти вот, если вы видите, вот такие дома, очень известные в Москве, там через каждые 5 лет должны мыть стены водой горячей с мылом. Разумеется, ничего это не делается. И на деньги частного бизнеса происходит вот такая штука. То есть полностью происходит ремонт фасада, а дальше он оформляется ведущими художниками нашей страны, либо привлекаются мировые какие-то. Видите, вот первая ипотечная компания, например, выступает. И здесь партнерство заключается в том, что бизнесу разрешается наносить определенный логотип своей компании. Вот это в Химках, то есть во весь дом полностью такие работы рисуются по всей стране. Вот. И получается, что издание, вот трамвайная по Апакова, которая раньше была в ужасном состоянии, все отремонтировали, нанесли. И через подобные работы интересно просматривается некая, знаете, фундаментальная пропаганда. Ведь можно и тему с патриотикой отображать, можно и какие-то истории местного значения, край, там, не знаю, вот такие моменты. Поэтому нужно все-таки рассматривать не только серьезные такие инфраструктурные проекты, которые реализуются лет через 5-10, а которые, возможно, уже делаются сейчас. Вот подъезды домов, которые позволяют существенно сэкономить средства на ремонте на дальнейшем, потому что по данным в ЦИОМ вандализм сокращается на 93%. То есть люди просто, ну, перестают уродовать, как правило, чужой подъезд, не свой, в своем стараются не гадить, что позволяет существенно сэкономить средства муниципалитетов, управ, каких-то на местах городской власти. Потому что не надо делать так часто ремонт. Вот. И это позитивно воспринимается и не только на уровне местной власти, но и городской, который с удовольствием поддерживает, да, такие идеи, вот, будто, вот, то есть заезд в район. Ну и бизнеса, потому что сейчас, например, размещение каких-то там информации о себе, рекламы, все это очень дорого, и бизнес таким образом выступает с позитивной точки зрения, размещая, допустим, такую красивую картину, ну, им, да, позволяется по закону о соцрекламе 5%. Вот. То есть за этот логотип. Некий такой инструмент, который, в общем-то, позволяет существенно экономить бюджетное средство, показывать жителям все-таки определенную заботу дополнительного органов власти на местах. И, главное, они чувствуют контакт, потому что мы не можем просто так нарисовать обык, что, конечно, жителями нужно провести и собрание собственников. Кстати, собрание собственников тоже очень интересная история, потому что, ну, насколько сложно это мероприятие, что действительно зачастую жители не могут продвинуть какие-то собственные инициативы, и по времени оно затянуто, ну, мы как-то как-то удачно вклинились, поэтому получается, что жители, конечно же, за выступают, за то, чтобы их дом стал краше, чтобы в их доме всегда был ремонт, потому что добиться сейчас, к сожалению, включения домов на какие-то капитальные истории с ремонтом довольно-таки проблематично. Да, в Москве миллиардный бюджет, ну, а в каких-то регионах он совсем маленький. И без поддержки бизнеса, без тесной связи с государством решить оперативно, замечу, оперативно, потому что, как я уже ранее сказал, фонд на 1-3% в год стареет, поэтому надо оперативно решать вопросы, и, в общем-то, с использованием партийных ресурсов, с использованием тесного взаимодействия с общественными структурами, получается сделать все-таки различные регионы нашей страны краше, поэтому, в общем, если есть здесь заявки от каких-то регионов, то, пожалуйста, обращайтесь, мы с удовольствием готовы работать в вашем регионе. Спасибо. Да, если есть вопросы, пожалуйста, можно. Спасибо, Александр Маратович. У нас как раз предусмотрено было время для комментариев от предыдущих докладчиков, уважаемых. Но, к сожалению, Мария Васильевна задерживается или даже, возможно, не сможет ввиду графика. Пожалуйста, вопросы есть какие-то? Задавайте вопросы. Я хочу задать вопрос. Очень замечательный подход. Александр Маратович, требуется ли согласие, как оно получается со стороны собственников, квартир, помещений именно в тех домах, где наносится это? Да, Наталья Витальевна, отвечу на ваш вопрос. Конечно, как я уже ранее сказал, без согласия жильцов сделать что-то в доме невозможно. Есть жилищный кодекс, в котором четко прописано, кто является собственниками всего домового имущества. Поэтому, прежде чем разработать какую-то картину, она, разумеется, утверждается жителями, собственниками, через собрание собственников. Дальше мы в уведомительном порядке сообщаем об этом органам исполнительной власти. На самом деле, их можно даже не уведомлять, но мы, как вы знаете, по традиции, по-доброму, чтобы все были в курсе. И уже на основании соглашений между жильцами, либо товарища собственного жилья, либо управляющей компанией, данный вопрос как раз решается. Позитивно в том, что данные изображения не являются конструкциями, еще что-то. То есть не нужно дополнительных согласований, изменения в колористический паспорт дома вносить, потому что менее 20% идет от объема всего имущества. Ну, то есть фактически это, знаете, как малярные работы. Но эти малярные работы, они позволяют получить нужное количество финансирования и получить определенное, знаете, одобрение со стороны и жильцов, и органов власти на то, чтобы войти в этот дом, в подъезд и его починить где-то на 5-25 лет раньше, чем он должен быть, или был уже, быть отремонтирован. И удивительно, что мы, вот сейчас опять же, да, жаль представителей, нет хмала. То есть мы и в Сургуте подобную ситуацию, да, когда обыгрывали и в Мегионе, и активно нам помогают и депутаты Мансийской окружной думы в этом вопросе. То есть отклик очень серьезный, и в том числе не только вот представители органов власти. Очень активно бизнес включается, они понимают, что нужно вот ту территорию, на которой они зарабатывают деньги, а, как правило, мы берем, опять же, Сибирь, да, там нефтянка. Да, они в Москве здесь все находятся, но производственные мощности у них все находятся в Сибири, поэтому они выступают и за город, в котором они работают, в частности, там, Нижневартов, Сургут, Пытьях, Совестьях, вот эти все вот населенные пункты. Ну и включаются в оформление своих промышленных объектов. То есть вот эти вот всякие инфраструктурные, дорожные всякие объекты, какие-то нефтехранилища, куст, системы и прочие-прочие-прочие, тоннельные сооружения. Здесь каких-то нет, да, ограничений по нанесению. Ну, вопрос здесь в том, что, я говорю, позволяет очень существенно сэкономить на дальнейшем ремонте. Там до 15 лет гарантия идет, она на краску только. Вот, поэтому, как бы, очень такая штука интересная и интересно ей заниматься. Спасибо. Еще, пожалуйста, есть вопросы? Значит, ну, насколько я понимаю, что в целом предприниматели, которые привлекаются, довольны остаются, да, то есть нет случаев разочарования, конфликта, каких-то коллизий в юридическом поле, прежде всего. Вы знаете, пока каких-то негативных моментов не наблюдалось, почему бизнес в этой ситуации, ну, довольно-таки рад этой истории, потому что, вот если мы берем московский регион, да, то есть, вот взяли вот, мы показывали вот картина, да, там была вот эти герои мультфильма, ремонт этого дома в 10 раз дешевле, чем размещение какого-то рекламного баннера в Москве на месяц. То есть, вот берем вот просто вот ценообразование. Дом на Белорусской, там 30 на 60 метров на крыше установка стоит. 9 миллионов 800 в месяц. Это вот стоимость размещения просто какой-то картины. И за эти деньги можно 10 домов вот так починить и на них что-то нанести. То есть, бизнесу, конечно, выгоднее социальная история, то есть, вкладывать в благоустройство города дешевле, чем разместиться и заплатить деньги какой-то коммерческой структуре, как правило, за незаконующую рекламу, потому что все эти конструкции, большинство из них, 90% нелегальны, а все, что в пределах Садового кольца, вообще уже они запрещены. Вот поэтому, в общем, они остаются довольны, потому что они получают одобрение, одобрение с стороны жильцов, ну, то есть потребителей в конечном-то итоге. У меня, Юрий Сергеевич, а нет, Александр Маратович, вопрос такой. Не пробовали ли вы на широкую, что ли, ногу поставить вот такую затею и возвести в рамки государственно-частного, либо частно-муниципального партнерства в рамках разработки с дальнейшей реализацией комплексной программы колористического решения вот какого-то города? Потому что совсем полгода назад внесены поправки в 131 закон, и теперь муниципалитеты имеют право и должны даже разрабатывать правила благоустройства и озеленения. И в составе этих работ методические рекомендации Министерством регионального развития уже утверждены тоже. И одна из позиций там разработка, ну, идеологии, я не помню точно слова, ну, принципы стилевого единства, художественного оформления городских фасадов, в частности, и фасадов зданий и сооружений. И я еще выступаю как главный редактор журнала управления развитием территорий. Мы в ближайшем номере публикуем концепцию колористического решения города Владивостока. И вот у них очень серьезная проблема, которая может возникнуть и, на мой взгляд, в связи с, ну, допустим, с бессистемным применением вашего метода. Потому что можно получить что-то такое, ведь вы показываете хорошие примеры, но не обязательно они будут только хорошие, да, если это не организовать, если не придать системность вот такому подходу. Вот был ли такой опыт, либо планируете вы, возможно, потому что, вот я думаю, что если так организовать, то это было бы очень-очень интересно. Да, Николай, отвечу на ваш вопрос. Конечно же, сейчас мы выходим на муниципалитеты, но не стоит забывать, что в органах государственной власти все новое не очень хорошо воспринимается, с определенными страхами, боязнью. И здесь опыт Москвы, он на самом деле является определенным показателем, потому что легализация подобной истории, она, в общем-то, началась в Москве только с прошлого года, с лета. И мы подхватили эту историю как раз осенью, отработали возможность оформления не только в период плюсовых температур, ну и попробовали в минусах поработать. Да, все получилось. Что касается Владивостока, у нас был там опыт, то есть большинство художников, они катаются по стране, единственное, пока проблемы не возникли, это в Омске. Ну, опять же, это вопрос переговоров, то есть я буду с ними общаться, потому что, понимаете, когда приходит какой-то некий молодой художник и говорит, знаете, хочу что-то красивое нарисовать, ну, конечно же, им говорят, иди отсюда, введено окно, вот обращайся, пиши. Конечно, должна быть какая-то структура, куда он может прийти. Что касается беспорядочных рисунков, ну, знаете, благо, пока, может, какой-то технологией люди не владеют, да, вот эти нехорошие. Вот, и, опять же говорю, по старинке, если что-то рисуется без уведомления органов власти, власть очень ревностно реагирует на вот эти попытки и начинает их пресекать. Поэтому, опять же, здесь вы видите, проблема, что если здесь есть частное партнерство и жители, то ничего не получится. То есть, обязательно, конечно же, в эту тему нужно привлекать государство. Причем, я не говорю, что с точки зрения финансирования, хотя, замечу, что очень часто проходят такие моменты, как появляются определенные тендеры на художественное оформление, и муниципалитеты их как-то организуют. Но они, знаете, не очень значительные. Потому что, опять же, к сожалению, определенная старая формация может есть в умах определенных волшнастных лиц на местах. Когда проще сделать желтенький заборчик или зеленую стену в коридоре. Знаете, как говорят нелегальные художники, спасибо за фон. То есть, нарисовали, они пришли завтра, что-то на этом маркером написали. В лучшем случае, если будет что-то приличное. Вот, поэтому, конечно, приходится проводить и разъяснительную работу. В Москве, в частности, это глава управ. Ну, опять же, проще с префектами общаться. На уровне вот именно волевого решения чиновника все происходит прекрасно на любой точке нашей страны. Поэтому, если это правильно донести, если это все будет красиво оформлено, с хорошими, там, словами, флагами и нужной символикой, то это все очень быстро получается. Поэтому, я думаю, получится. И у нас в этом смысле взаимодействовать, если вы нам окажете еще в этом какое-то, возможно, содействие, то вообще будет замечательно. Вот, спасибо. Есть один вопрос еще к вам. На самом деле, вот этот способ, о котором вы говорите, он существует в Москве не 2-3 года. Он работает уже свои порядка 14 лет. Я тут езжу с ВерхжКХ, поэтому знаю. Сначала расписывались подъезды, потом расписывались при благоустройстве. Обратите внимание, что расписывается СТП. Но там есть некие моменты, которые мы с вами должны помнить. Все дома являются собственностью жителей. Если мы говорим с вами, как вы к этому подходите, проводите собрания и так далее, там есть некие люансы, которые элементарно решаются. То есть, если это относится к текущему ремонту, и если это согласовано с собственниками, и в том числе с муниципалитетом, как вы говорите, то там не нужно дополнительно проводить собрания, потому что это прописывается в договорах с собственниками. Это первое. Москва единственный город, единственный город, который сегодня выделяет какие-то бюджетные субсидии на содержание домов. Везде в основном это стопроцентная оплата населения. Поэтому сегодня прийти к вам, вам сказать, что вот муниципалитет это решил, вы на самом деле, скорее всего, провалитесь в этой ситуации, как вы правильно понимаете. То есть здесь я согласна с подготовкой некоторого концепционного решения для муниципалитета, где вы можете предложить свои услуги и свои наброски, а он должен их согласовать с кем-либо, то есть чтобы это было единое решение. Вот здесь вам надо поработать. А то, что, говорите, государство сейчас на партнерстве в этом вопросе, особенно в системе жилищного, мы как говорим о домах, то там, я думаю, что скорее всего это работать не будет, это бы и житель, и вы. Поэтому здесь надо вот, если вы работаете, должны с либо с управляющими организациями, которые занимаются этими вопросами, потому что это снижение затрат на содержание, и оно жителям всегда будет поддержано. Вот эти моменты надо вам проработать, то есть сначала вы вот проверьте все эти ситуации, потом работайте. А работает это давно, я в правлении Пребраженска это делала в 98-м году, и жители до сих пор не против. То есть здесь момент элементарный, то есть само решение, оно есть, но надо все-таки просматривать вопрос единого подхода к оформлению любого муниципалитета. муниципального округа или города. Тогда будет все правильно. Спасибо. Можно отвечу, значит, по поводу сроков, да, действительно, возможно, что-то именно художественное, но уже не 10 лет действительно существует, единственная технология, как это происходит. То есть то, о чем вы говорите, да, это происходит действительно масляными красками, люди наносят. Здесь другая технология идет именно, она связана в стиле граффити. Плюс, вы знаете, здесь же еще есть определенная социальная составляющая. Ведь эти художники, которые чаще всего портят какие-то стены в городе, так называемые нелегальные художники, они это делают не потому, что им, знаете, как там говорится, это нашептал кто-то, а им просто негде было рисовать. Мы взяли и легализовали их, дав им возможность рисовать на объектах. Поэтому я говорю о том, что почему мы с того года работаем, да, мы их немножко легализовали. Что касается вот объектов, ТП, про которые вы говорите, то здесь некоторые балансодержатели, вот в частности компания, МАЭК такая есть, да, которую в прошлом году Газпром приобрел, они теперь вообще запретили рисовать на своих ТПшках. Они говорят, пусть она лучше будет белая, серая, пусть мы ее будем красить каждые 5 минут. Ну, никаких рисунков мы там рисовать не позволим. Либо платите деньги нам за это. Это они жителям районов говорят, прям, представляете, в домах, которые живут, говорят, мы хотим что-то нарисовать позитивно. Говорят, платите нам арендную плату за сеть, за стен. Вот, поэтому здесь, видите, конечно, есть такие перегибы на местах, да, но я с вами, да, согласен, то есть история красивая, особенно когда и жильцы поддерживают, и когда они сами рисуют. Очень часто действительно выходят какие-то взрослые люди из подъезда говорят, знаете, у меня есть художественное образование, вот, может, я тоже порисую. Конечно же, даем ему и кисточку, и баллончик, и флаг в руки, пожалуйста, рисуй. Я сейчас сказала не о технологиях и материалах, которые применяются при этом на миге, я бы сказала, что сам принцип, сам подход к этому, он давно существует. Единственное, о чем я вам пыталась до вас донести, это то, что на самом деле нужно для того, чтобы вообще ваш бизнес пошел, я просто в этой сфере работаю и знаю, да, как это делается, поэтому мне проще вам подсказать, что вы делаете то-то и то-то. Я сейчас говорю о другом, что если мы с вами говорим о подходе и о развитии данного бизнеса, то надо подходить с точки зрения, я все-таки всем говорю, что есть такой план развития территории, да, есть план оформления территории, то есть надо все-таки подходить с единой консультальной политикой. Если вы придете в муниципалитет и скажете, мы вот видим так-то, а вы посмотрите, если все утраивается, согласуете с собственниками, вы это решите за месяц, а не за шесть, как у вас получается. Я просто объясняю, что должно быть. Тогда не будет вот этого, как вы говорите, разноплавного подхода. А уж кого привлекаете к этому делу, или жители, которые хорошо рисуют, или ваших специалистов. Я не о технологии разговора, я не о технике разговора идет, а о самом развитии бизнеса, как таковом, если я в этом говорю. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, нам нужно двигаться дальше. Я хотел бы передать слово Башкину Брониславу Владимировичу, генеральному директору закрытого акционерного общества, энергосервисная компания 3Э. Барьеры в технологических инновациях в сфере ЖКХ, проницаемость инноваций для этой сферы. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Спасибо за приглашение выступить на вашем комитете. И мне очень понравилась тема, которая, кстати, обозначена не мною, но она полностью, очень емко отражает, значит, ту специфику, которой занимается в данном случае наша компания. Поэтому все, что здесь я буду говорить, она, ну, как бы, вычленена из той практики, которой в течение, там, более 10 лет мы активно занимаемся. Я коснусь той части, которая связана с вопросами учета, контроля, организации учета коммунальных ресурсов, поставляемых, потребляемых в рамках структуры ЖКХ, в рамках отрасли ЖКХ. И хочу сказать, что это обозначенная мною, значит, деятельность, она очень многогранная. Тут и вопросы, связанные с оборудованием, прибора учета, организация учета, обслуживание, организация расчета и начисления платежей в рамках полученных ресурсов. И учитывая то, что дан старт, ну, был дан старт законодательный 261-м федеральным законом в 2009 году, но те подоконные акты до 40, которые должны были выйти в рамках этого закона, закон непрямого действия, они фактически отсутствуют. Поэтому сейчас ситуация сложилась на самом деле в некоторой степени даже парадоксальная, что фактически учет надо везде организовать, а привел ли он к какому-то элементарному успеху. Вот по барьерам мы сейчас с вами коротко и пройдем. Я постараюсь емко уложиться во время, которое отдано. И поэтому буду выбирать из презентации только те части, которые касаются, значит, непосредственно выступления в рамках 15 минут. Ну, в данном случае обозначены барьеры, но я бы хотел все-таки сделать некоторую аналитическую оценку, которая сейчас на рынке именно в этой сфере присутствует. Я думаю, всем она будет понятна. Значит, в данном случае отсутствуют четкие регламенты взаимодействия и информационная обмена между участниками рынка ЖКХ, что приводит к возникновению множественных конфликтов соответственно, между участниками это поставщики ресурсов, управляющие компании ТСЖ, ЖСК, собственники. Наличие подобных конфликтов практически очень часто находится далеко за рамками конструктивного спора хозяйственных субъектов и является значительной помехой на пути в данном случае всех попыток реформирования отрасли. При этом все риски в настоящий момент, в том числе неплатежи жителей, претензии граждан и так далее по поводу качества ресурсов, как ни странно, но сложилась такая ситуация, что принимает на себя в первую очередь исполнительный услуг, это управляющие компании, ну и ТСЖ. Наведение порядка в ресурсоснабжении это тот участок работы, наиболее простой и очевидной с точки зрения контроля, наиболее перспективной с точки зрения уменьшения совокупных платежей жителей, а также наиболее наглядной для собственников с точки зрения достижения и демонстрации положительных результатов в сфере ЖКХ. Практически сейчас сложилась такая ситуация, что ни один регион не имеет конкретных инструментов для решения этой задачи. Я просто напомню, что вопросы связаны с организацией учета, организацией обслуживания этих позиций в области фактического учета, организация расчета и начисления платежей не нормируется федеральным законодательством, а внутри регионов фактически отсутствуют вот именно эти важные регламенты, которые могли бы решить эту задачу. В условиях непрозрачности рынка ресурсоснабжения становится очевидно, что прибыль, извлекаемая в подобной ситуации ресурсоснабжающей организации, экономически не обоснована, и ее справедливость может быть подвергнута сомнению в ходе практически любого аудита, а в случае приведения деятельности хозяйств субъектов в соответствии с законодательством, величина прибыли неизбежно уменьшится. Имея в виду подобное положение дел, инвесторы считают коммунальную сферу непрозрачной, чрезмерно рискованной, что приводит к парадоксальной невозможности обеспечить приток инвестиций в отрасль экономики, имеющей все потенциальные возможности, самой стабильной и привлекательной. Данная ситуация пагубно сказывается и на самих энергетиках, которые, несмотря на отчетность, содержащую в том числе значительной суммы задолженности других субъектов рынка перед ними, прекрасно понимает шаткость своего положения, необоснованность получаемой медохода, что приводит к отказу от серьезных вложений в модернизацию. По сути, необоснованность объемов поставленного ресурса, выставляемых к оплате, симметрично отражается и на завышении долгов, значительной завышенности долгов. Отсюда в экономике участников рынка ЖКХ близнащима является непланомерная работа на ведение порядка, повышение качества предоставляемых услуг и снижение платежей граждан, а объем проходящих по счетам компаний средств, что является по сути единственным условием делового успеха. Чем больше объем финансовых потоков, тем больше возможностей для применения различных механизмов участия компании ЖКХ в черном рынке. Подобный подход способствует отсутствию желания каких-либо перемен на уровне субъектов и ответственные региональные чиновники не рискуют идти на внедрение систем учета, придание прозрачности ресурсоснабжения. Это говорит о трагичном для перспектив отрасли в данном случае непонимании действующего законодательства, сути действующих законов. Вот я постарался все-таки зачитал эту емкую аналитическую записку, чтобы было понятно и времени не тратили на различные мягко говоря демагогические моменты. Вот теперь можно перейти к тому моменту как же все-таки с учетом нашей практики а компания в течение последних лет установила в регионах более 280 серверов больших маленьких обслуживается в рамках этих серверов более 60 тысяч объектов в данном случае я говорю о жилых домах и при этом значит этот инструмент как ни странно не привел все равно к финансовому успеху вот той проницаемости ЖКХ которая обозначена в теме доклада. Значит мы организовали следующим образом тот фактический учет который установлен например сейчас будем говорить о жилых домах в жилых домах то есть приборы учета неважно какого ресурса электричество тепло вода газ они доходят до квитанции конечные автоматически это сделано с помощью автоматизированной системы всем понятно что такое значит модемы контроллера с помощью которых осуществляется передача с приборов учета в рамках любых средств коммуникации по сотовой связи по изернет по радиосвязи или там диалог модем это не принципиально все вся эта информация попадает в диспетчерский центр и также автоматически с учетом оценки качества ресурсов поданных как требует законодательство а законодательство требует практически это всегда вот посмотрите сколько законов я показал в каждом из них обозначена контроль качества ресурсов а в 354 правилах это даже требования в первом приложении с контролем конкретных критериев по которым идут санкции начисления так вот вот это все законодательство фактически на российском рынке не присутствует мы не платим с учетом поставленного качественного ресурса а вот диспетчерский центр который мог бы это все прозрачно принять и передать в биллинговый центр автоматически пилотным проектом мы сейчас осуществляем квитанцию попадает сразу с учетом перерасчета но это только для тех я бы сказал исполнительную услугу управляющей компанией ТСЖ который имеет собственный биллинг который могут включить это автоматически и который недоплачивают поставщикам ресурсов за некачественный ресурс как требует это законодательство и тогда уже ресурсно-набжающая организация обращается с иском суд по итогам года за недопоставку и вот тут начинается самое интересное это дальше я немножко позже скажу но вот этот инструмент я думаю всем понятен сейчас существует много значит как бы технологий IT фактически в России они развиты неплохо которые позволяют все это делать автоматически заложенными критериями в рамках законодательства и доставлять все это до собственников но самое главное вот этот вопрос перерасчета он становится трудным та вторая часть которая от диспетчерского центра попадает в биллинговый центр для начисления платежей она фактически отсутствует в России вот просто здесь показаны приборы учета коммуникаторы вот эти как раз отчеты слева количество справа качество и в том числе особенно температурные графики ну в Москве все наблюдают весной и в осенний период ну скажем так мягко говоря повышенную температуру в квартире когда надо открывать форточки при отсутствии регуляторов тепловой энергии то есть реальных механизмов отсечения лишнего ресурса у нас в Москве это на жилых домах очень слабо развито и поэтому значит вот контроль за перетопом который система осуществляет это также должно быть инструментом для перерасчета если привести элементарные примеры я могу взять вот тут записочку аналитическую одной из ассоциаций ТСЖ возглавляемой в России в системе управдом на вскидку было предложено пять домов я могу сказать что в течение месяца вот здесь есть кстати оценка сейчас я покажу вот в течение месяца на этих пяти ЖСК просто за один отопительный месяц можно было бы сэкономить в рамках перерасчета до полутора миллионов рублей только по перетопу то есть ну МАЕК в условиях ограничения тарифов МАЕК или МОСЭНЕРГО теплосбыт неважно или в других регионах в условиях ограничения тарифов естественно он заинтересован в том чтобы продать побольше ресурсов и наблюдается парадоксальное явление когда неограниченно законодательно этот ресурс подается в дома и не контролируется есть температурные графики они не соблюдаются а последний случай который рассматривался в арбитражном суде буквально на днях когда просто температурный график отсутствует в договорах приложения в рамках 808 постановления это является существенным условием договоров и отсутствие вот этого температурного графика подтверждается арбитражным судами как нормальное явление если нет температурного графика то его можно и не соблюдать в результате вот эти перерасчеты которые и являются основой всей аналитики которой мы предоставляем аналитики много он может получить каждый собственник каждый вот я вам показываю просто отдельные отчеты каждая управляющая компания но вот эта аналитика она не доводится до конкретных денег до конкретных перерасчетов конечно здесь вот об очередном барьере я хочу сказать что здесь у нас судебная власть которая является третьей арбитражи в первую очередь они некомпетентны они путают коммунальный ресурс коммунальной услугой просто я для примера вам скажу например горячее водоснабжение это коммунальная услуга а горячая вода это ресурс отопление это ресурс тепловая энергия извиняюсь тепловая энергия это ресурс отопление это коммунальная услуга холодное водоснабжение это услуга а холодная вода это коммунальный ресурс вот это удивительно но в рамках компетенции арбитража это даже нет понимания а у нас все законы 354 и 124 постановления о договорах энергоснабжения и ряд других они привязаны к этим наименованиям и особенность составляет в том что полная путаница не только у собственников но у некоторых ресурсоснабжающих приводит вот к таким отсутствию несмотря на аналитику готовую для пересчета к таким проблемам есть случаи когда температурный график то есть подача тепла в дома в Москве очень много кстати таких случаев оказал целый район просто в однозначном ну бы я сказал монопольном характере поднимается с 90 градусов до 120 температуры теплоносителя в результате там по 3 миллиона рублей собственники переплачивают я имею в виду в рамках всего дома я вам привел несколько примеров которые связаны с барьерами и с возможностью проницаемой месте наведения порядка в ЖКХ вот пример установки системы учета здесь везде примеры показывает не только возможность выйти на перерасчет но и возможность использования некоторой аналитики для капитального ремонта когда программа фиксирует различные разрывы фиксирует изменения резкие скачки давления температуры когда можно с помощью программы автоматически определить ну можно сказать ветхость здания когда напрямую 120 градусов на обратке 50 это говорит о том что стеклопакеты в доме не стоят нужно проводить капремонт и так далее но конечно важным является и та часть сейчас я ее возвращусь та часть которая связана с комплексными решениями а именно вопросы связанные с автоматической передачей биллинг еще раз я закончил по времени у меня уже все вышло я просто хотел сказать что в этом спектре достаточно большое количество многогранное для решения вопросов создания хорошей экономической ситуации но вся она связана с четырьмя основными факторами надо создать прозрачность надо обеспечить достоверность учета прозрачность это интернет и каждый хозяйствующий субъект видит в том числе и тетя Маша в квартире 32 если у нее есть прибор учета она всегда может заглянуть получив доступ то есть доступность и оперативность оперативность нужна потому что правила перерасчета требует зафиксировать начало и конец некачественного ресурса архивировать все это зарегистрировать сбросить аварийно-диспетчерской службы что является основанием для арбитража значит как улика так вот вот эти четыре основных аспекта прозрачность достоверность доступности и оперативность если обеспечить структуре ЖКХ я вам гарантирую что можно навести порядок если создать условия для вот этого верхнего уровня от приборов учета до квитанции с прозрачным моментом и потом написать регламент в рамках которого не обязательно банкротить ресурсоснабжающей организации потому что до 30% видим в регионах у нас очень много партнеров которые используют наш инструмент до 30% можно было бы сделать перерасчет и сэкономить но ресурсоснабжающей организации особенно МУПы как правило убыточные на бумаге в любом случае они не могут обеспечить качественный ресурс но при наличии регламентов где участвуют администрации потребители исполнители услуг и естественно ресурсоснабжающей организации что мы пытались сделать в Питере сейчас есть постановление Полтавченко о том что нужно написать регламент на основе решения решение там прописано протоколом который я вам показывал значит вот эти регламенты позволили бы наконец-то навести порядок в этой сфере я закончил если есть вопросы я готов ответить чуть позже пожалуйста сейчас я передам спасибо Павел Владимирович передам слово Анне Николаевне Береговских члену комитета нашего генерального директора института территориального планирования ГРАД с докладом о формировании муниципальной политики в отношении фрагментов застройки обновление принятия решений снос капитальный ремонт реконструкции пожалуйста спасибо большое я попрошу включить презентацию у нас да 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 конечно пульти пожалуйста сейчас я научусь так ну в начале своего выступления я хотела бы подчеркнуть что сегодня говорить вообще о отдельных каких-то действиях в части создания объектов жилищного коммунального обеспечения в наших городах и в поселениях ну по сути бессмысленно потому что ситуация давно уже изменилась и давно уже мы живем ну если не в полной мере в демократическом обществе по крайней мере в условиях рыночной экономики и в этих условиях любые настроения любые решения в части комплексного развития территорий могут быть исполнены только при участии множества 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 лиц в этой связи существует хоть мы и 20 лет работаем уже пытаемся работать таким образом но проблемы остаются и проблемы для власти на наш взгляд они ну и собственно я немножко покажу это в ходе своего выступления самая главная проблема это рассогласованность решений как по вертикали так по горизонтали как разные ведомства разные уровни власти к сожалению еще не могут научиться принимать последовательных решений и более того не могут дать гарантии что данное решение оно продлится какое-то определенное время проблемы с другой стороны у бизнеса возникают в отсутствии понимания своего места своего возможного места в системе в большой системе решений механизмов систем управления развитием территории и безусловно существует очень с большим наверное знаком еще восклицательным недоверие органам власти по поводу любого из принимаемых решений но тем не менее то есть чего мы хотим мы хотим чтобы чтобы было во-первых понимание целей задач больших у каждого из участника градостроительной деятельности инвестиционного процесса и в то же время была возможность понимания цели конкретной конкретного интереса в системе управления развитием территорий что происходит в настоящее время вообще происходит достаточно много хорошего позитивного потому что в начале все равно есть изменения в начале стоит не совсем может быть даже слово а право и законодательство сегодня развивается достаточно хорошо я здесь коротко только перечислю изменения произошедшие в последнее время мы очень долго ждали принятия закона о предоставлении и такой закон принят сегодня и на нашем комитете мы его обсуждали неоднократно и давали предложение за это благодарность комитету безусловно потому что очень очень это ну я вообще вчера поздравила Ивакина назвав его реформатором Столыпиным нашего времени потому что сегодня мы связали наконец градостроительное законодательство с законодательством земельно-имущественным и определили приоритеты приоритеты комплексного развития комплексного управления развитием территорий только на основе генплана проект планировки проект планировки только в утвержденной планировочной организации и все земельно-имущественные решения только на основе проекта планировки имиджевания таким образом мы можем конечно же обеспечить комплексность следующее тоже очень неплохо так или тут у меня уже о законопроектах о существующих законопроектах которые рассматриваются сегодня сегодня находятся в разной степени статусности в думе здесь хотелось бы тоже иметь поддержку потому что ну например закон об изъятии и перераспределении земельных участков еще пока на наш взгляд не в полной мере удовлетворяет задачам развития и жилищной сферы и жилищно-коммунального хозяйства потому что не может быть жилье само по себе без социального обеспечения сегодня можно изъятие осуществлять только для государственных и муниципальных нужд только для инфраструктурных линейных объектов детские сады не попали в этот перечень это очень серьезная проблема неоднократно на разных площадках говорим об этом такие предложения подготовлены хорошие вещи значит приняты о том что сегодня необходимо то есть хороший инструмент реализации документов территориального планирования выработки нормативно-правовой основы принятие ведомственных программ по реализации территориального планирования как бюджета образующих документов то есть сегодня решение генерального плана может быть разложено по ведомствам по инженерной инфраструктуре по жилищной политике и так далее и так далее и в итоге складывается комплексная целевая программа с очередностью с параметрами с деньгами ну и так далее и так далее так вот это я хочу но тем не менее хочу остановиться на некотором опыте который удалось реализовать в Ханты-Мансийском автономном округе с тем чтобы системно посмотреть на все проблемы которые существуют как в сфере градостроительства так в сфере земельно-имущественных отношений в сфере управления недвижимостью в инвестиционной деятельности была проделана очень большая работа и выработана система мер как в разрезе региональной власти так и в разрезе каждого из органов местного самоуправления был составлен перечень работ перечень нормативно-правых актов которые необходимо внести изменения задачи этих изменений последовательность принятия таких актов и была оценена вся градостроительная документация как регионального так и муниципального уровня и определены несоответствия оказалось что оказалось что вот эта система взаимосогласованности документов стратегического пространственного и территориального планирования которая должна работать она не работает то есть стратегические приоритеты заложенные как на региональном уровне так и на местном не соответствуют друг другу документы территориального планирования противоречат этим документам то есть примеры очень простые если например стратегия социально-экономического развития заявила что город будет 100 тысяч а в генплане он посчитан на 80 или на 150 стратегия заявляет что в данном городе будет развиваться медицинское обслуживание а генеральный план не включил даже зону развития медицинского комплекса ну и так далее и так далее что касается жилья то эта проблема она просто настолько грандиозна сегодня именно в части несогласованности действий Ханты-Мансийский автономный округ вот жалко коллеги еще не подъехали да обидно но что поделаешь и отправили их и отпустили так вот принято в конце прошлого года государственная программа развития жилища скажем так чтобы короче было программа жилища показывает по каждому из муниципальных образований параметры нового строительства реконструкции капитального ремонта но когда мы проанализировали эту программу применительно к программам местного самоуправления и попытались найти эти задачи на уровне утвержденных этими же муниципалитетами генеральных планов то ничего как правило не нашлось и вопросы а где вот посмотрите в госпрограмме у вас 5 земельных участков столько-то гектаров столько-то квадратных метров и вы получить должны какие-то субсидии от региональной власти ну вы знаете вот мы готовили нам надо быстро было подготовить мы чего-то там написали мы потом найдем вы не переживайте так вот сегодня но здесь просто показано как пример пример распределения жилищных проблем по по мероприятиям по которые опять же должен предусматривать документ территориального планирования он должен показывать не просто там поярче будут там почему-то оказалось какая-то табличка блюклая необходимо вот эту связку довести до понимания до понимания с одной стороны органов власти а с другой стороны всех заинтересованных сторон то есть если принято решение допустим в городе 10 процентов ветхого аварийного жилья покажите где принято решение в генеральном плане территории определены для комплексного освоения покажите где покажите типологию застройки покажите предполагаемую стоимость будущего жилья покажите будущую кадастровую стоимость и так далее и так далее вот речь идет об этом а потом уже ну и на основе этой работы подготовлены соответствующие предложения в программу жилища по каждой из подпрограмм которая должна связать показатели связать действия и сделать эти действия и показатели открытыми и понятными на картах тут я забыла что это это показатели как раз по стратегическим и программным документам не имеющих картографической основы и была дана оценка проекта схемы территориального планирования комплексной региональной ни один показатель у нас не сошелся и в лучшем случае это 10% значит ну разница это в самом лучшем случае а в основном ну просто вот как оно так и есть люди друг с другом не встречались разработчики документов территориального планирования не анализировали программы а делали ну вот как как видится как хотелось бы что делать и как обеспечить вот эту взаимную согласованность на сегодня тоже я радуюсь за нашего законодателя который буквально месяц назад принял важнейший документ но хотелось бы чтобы на местах в регионах люди понимали а зачем это это не формальный документ это необходимый нужный практически самый главный я говорю сейчас о нормативах градостроительного проектирования регионального и местного уровня это тот документ который призван установить нормы по обеспеченности и по доступности объектов жилья объектами социальной инфраструктуры инженерно-транспортной инфраструктуры и стать бюджета образующим документом то есть он является той связкой между территориальным планированием и бюджетом региона и местного самоуправления и если такая ответственность появляется то тогда нормативы градостроительного проектирования становятся еще и инструментом оценки качества принимаемых решений и вот в этом направлении ведется довольно большая работа и например вернее в практике красноярского края нашим институтом в настоящее время сделан этот инструмент еще и в виде информационно-аналитического автоматизированного инструмента который позволяет при наличии выполненной градостроительной документации в системе требований автоматически оценить качество градостроительного решения комплексного генерального плана на соответствие вот этим показателям то есть если город принял столько-то детских садов вот такая обеспеченность то мы можем уже автоматом просто получить эти результаты и оценить не на красиво-некрасиво удобно нравится не нравится а именно по формальному признаку обеспечивает не обеспечивает да именно объективно экономического решения а вот красиво-некрасиво нравится-не нравится у нас инструмент сегодня такой и есть это и множественные градостроительные советы это общественное обсуждение публичное слушание которые уже работают на вот эмоциональную на вот ну на традиции на восприятие на менталитеты и таким образом складывая вот эти два уже инструмента и третий инструмент это оценка регионального органа государственной власти на который уполномочен за контролем осуществления градостроительной деятельности на местном уровне и должен проверять на соответствие на содержательную часть тоже упустила это сказать при оценке документов градостроительного проектирования оказалось еще и что оказалось что просто даже по набору по содержанию решений документы более половины не удовлетворяет и в этом плане то есть есть задача установить границу населенного пункта в генеральном плане мы открываем генеральный план а там нет этой границы мы необходима схема размещения объектов местного значения а где эти объекты а закон региональный должен определить перечень этих объектов а у нас сколько законов в стране сегодня которые определили эти перечни менее половины субъектов определили такие перечни на предмет чего будем контролировать и вот получается что на самом деле на сегодня законодательная база довольно хороша а вот права применения ее на местах почему-то нет почему потому что формальный признак формальный признак и этому были посвящены парламентские слушания 15 мая в которых я тоже принимала участие и основное решение хватит считать количество документов давайте поговорим о качестве этих документов а так рапорт мы рапортуем 80 процентов 90 процентов 100 процентов схем терпланирования принято а посмотрите вовнутрь то есть количество не всегда перерастает все-таки в качество и это вот важнейший вывод и я сейчас уже наверное долго говорю простите пожалуйста я сейчас покажу еще до картографического но здесь то о чем я собственно говорила с распределением всех задач по уровням по уровням ответственности буквально полминуты да 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 я вот это вот это сказала и на примере на примере просто разрабатываемые сейчас работы это схема территориального планирования ханты-мансийского округа где применительно каждому городскому округу муниципальному образованию применительно каждому населенному пункту просчитаны вот эти все экономические показатели которые обеспечат достойный уровень и дальше мы зашли в каждый генеральный план определили потребности в развитии жилищного строительства капитального ремонта реконструкции далее определили эти территории создали базы под ветхому по аварийному жилью и так далее соответствующая семантическая база которая привязывается к программам ну и так далее и так далее вот и получается инструмент регионального органа он потому что вся система в единых требованиях сделана и будет разработана сейчас система мониторинга выполнения программы за отчетные периоды по квартально по году и мы будем все время иметь возможность связанности и оценки правильности принятого решения начиная от самого верхнего стратегического решения до конечного решения по отношению уже каждому земельному участку спасибо большое спасибо так господину Ибакину кстати говоря наше поздравление тоже и поддержка сколько он начался и боролся так и у нас также уважаемые представители органов власти я хотел бы попросить взять слово начальника управления развития инженерно-энергетического комплекса Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Куземскова Лугуя Викторовна пожалуйста Куземск Добрый день уважаемые коллеги я представляю Московскую область занимаюсь модернизацией жилищно-коммунального хозяйства на сегодня работаю с инвесторами которые заходят на территорию я так наверное вкратце расскажу в Московской области ситуация плачевная износ жилищно-коммунальной инфраструктуры порядка 80% это если еще учитывать что на территории Московской области порядка 384 военных городков которые на сегодня никто не занимается и министерство обороны их передает в одностороннем порядке муниципальную собственность то мы можем еще сказать что там тоже большой объем износа я участвовала в правительстве Московской области в подготовке принятия решения Московской области государственной частной партнерности понятно понятно что пока это еще на стадии проработки разработки там и ну основные вопросы конечно рассматривались как дальше будут заключаться конкурсы как проводиться такие технические технические задания как будут писаться но меня больше интересует дальнейшая работа на сегодня как государственное частное партнерство Московской области осуществляется в целях создания путем строительства реконструкции модернизации эксплуатации технического обслуживания на территории Московской области объектов соглашения входящих в состав то что касается жилищно-коммунального хозяйства это тепловодоснабжение очистка сточных вод переработка отходов коммунального хозяйства ну и наверное тоже в какой-то мере это функционирование благоустройства что я хочу сказать что целью ГЧП конечно является развитие инфраструктуры в интересах общества путем объединения ресурсов и опыта каждых сторон и реализация общественно значимых проектов с наименьшими затратами и рисками при условии представления экономических субъектов высококачественных услуг и государственно-частное партнерство на сегодня это для нас новый и эффективный способ привлечения инвестиций поскольку партнерства такого типа могут не только способствовать росту экономики регионов городских кругов сельских поселений но и развивать социально значимую важную социально важную инфраструктуру партнерство государства частного сектора можно нам сахарактеризовать как долгосрочное взаимодействие с целью привлечения дополнительных источников финансирования достижения успешного выполнения обязанностей муниципалитета активизация привлечения частных инвестиций создание модернизации систем коммунальной инфраструктуры возможно путем естественно на сегодня концессии но встает вопрос что на сегодня это трудно развивать саму концессию и почему инвестор когда заходит на территорию вот если мы берем московскую область то просчитывая все риски на сегодня и понимая состояние инфраструктуры понимая как оформлена она в каком виде естественно все риски приходят к тому что затраты превосходят прибыль и срок окупаемости естественно тут очень большой как сказали коллеги там порядка семи лет что я вот предлагала будучи тоже на форуме ЖКХ который проходил в Челябинске где участвовал Медведев Медведев Анатольевич это на сегодня использовать страхование инвесторов которые заходят на территории по концессии вот прошу как бы рассмотреть данный вариант как обеспечение захода инвесторов на территории то бишь это Московская область Москва регионы с этой точки зрения чтобы можно дальше было развивать государство частное партнерство по аналитике на сегодня в Московской области инвесторов заходит много ну как правило это инвесторы которые идут под застройку территории им нагрузку уже дают модернизацию жилищно-коммунального хозяйства естественно здесь как бы ЧП не работает хотелось бы чтобы государство законодательная власть как можно плодотворно поработали в этом направлении все-таки надо будет развивать и дальше помогать инвесторам заходить на территорию со стороны концессии в принципе вот если есть вопросы готова отвечать вы когда говорите о социально значимых проектах это предполагает какое-то наличие оценки эффектов этих проектов которые как бы общественные эффекты или социально-экономические эффекты она делается если можно примеры знаете проекты существуют их много у нас инвесторы которые заходят они сами нам как преподносят свои просчеты расчеты но как правило на сегодня эти полномочия больше переданы Минстрою по социальным просчетам и рассматриваются на градустоятельном совете поэтому все инвесторы которые нам придают информацию проходят сначала рабочую группу потом МВК а потом уже выходят на градсовет и там рассматриваем все показатели которые необходимы коротко мы делали сравнительный анализ методического обеспечения оценки эффективности бюджетных денег которые вкладываются в инвестиционные проекты и оказалось что есть некоторый разрыв есть 477 методика которая совместно принята к устрою Минэком и Минфин в 99 году которая говорит о том что нужно оценивать внутреннюю норму доходности проектов то есть фактически то что делает представление бизнес-плана любой предприниматель и там нужно учитывать социально-экономическую эффективность то есть внешние эффекты но в этом методическом документе сказано что все так сказать ведомства должны конкретно конкретизировать свои предметные области методические указания по тому как это делать дальше есть ряд документов целый ряд документов которые регулируют оценку экономической эффективности вернее социально-экономической эффективности извините эффективности бюджетных расходов бюджетных денег которые в связи с инвестициями и там вообще речи никакой не идет уже о внутренней доходности о применении этого 477 ВК о котором я говорила и получается что там создаются свои критерии эффективности и практически это общественная эффективность или социальная эффективность она вообще как бы методически не предписана к оценке поэтому то что делают инвесторы я буду в своем вступлении немножко покажу я поясню о чем имеется ввиду но в принципе спасибо вам за ответ и надо просто иметь ввиду что при оценке целесообразности обосновании целесообразности участия разрешения в инвестиционных проектах если оцениваются это общественная эффективность стоимостные оценки в секторе ЖКХ возможны и это один из наиболее таких ярких примеров того где это очень сильно меняет показатель эффективности то есть если мы расходы сравниваем с эффектами с учетом внешних эффектов которые получают бюджет потребителей и населения территории то у нас получается совершенно другая картина участия бюджетных средств и поэтому страхование или гарантия или бюджета прямое или участие в инвестициях получается совершенно другая картина я обесцепление на самом деле мы все говорим о механизмах о расчетах и так далее но мы не видим главного на самом деле проблема Московской области я хорошо достаточно знаю это отсутствие информации полной информации о том чем они владеют как в сетях так и во всех остальных моментах поэтому прежде чем сегодня говорить о том что делать и какой конкретно проект развивать надо сначала для начала описать и посчитать свою территорию создать единый паспорт на свою территорию чтобы понимать и причем здесь не нужно больших затрат есть правила решения данного момента этого у них нет я просто знаю все по вашей области я являюсь членом экспертного совета государственной думы подберецкой Татьяна Георгиевна и экспертом в системе жилища коммунального хозяйства поэтому все что вот говорится и откуда эти проблемы если мы не знаем что делать если мы не описали свои задачи если мы не разработали план развития территории трудно говорить куда и как как вам придет инвестор это первое и самое важное поэтому вот эту дорогу надо правильно расписать вот не кидаться там страхование не страхование а потом вы с вами определитесь с теми формами это будет государственное партнерство или просто инвестиционные проекты Москва Московская область интересная на самом деле регион я просто знаю каждую его точку поэтому знаю о чем говорю поэтому здесь я думаю что все-таки надо подходить вот всем наверное вы не слышали буквально может быть выступление вот дамы я прошу прощения вашей фамилии не знаю да которая сказала о том что если не определены границы если непонятно что будет делаться дальше мы никогда не двинемся и это черная дыра независимо от эффективности она будет черной дырой это однозначный даже говорить здесь ходить далеко не надо вот когда мы говорим ЖКХ на самом деле есть ряд моментов я просто хотел чтобы вы это тоже понимали да что без системы управления ЖКХ у вас все равно будет эта черная дыра а чтобы систему управления выстроить в первую очередь надо управляющей организацией которая управляет домами или неважно там объектами они все-таки должны быть участниками бизнеса и стать членами ТПП а не извинись социальной сферы которая имеет место быть почему все проваливается потому что нет заинтересованных людей в той части что они не могут долго присутствовать на данном объекте с ними расправляются либо администрация либо кто-то и вот на это тоже надо Московскую область обратить внимание мне приходилось работать рядом муниципалитетов которые в общем-то через какой-то период они просто не могут ничего делать потому что они у вас совершенно бессильны бесправны потому что управляет все равно какой-то район и бизнесу приходить туда сложно то есть вот придя и вложив достаточно приличные средства в один из муниципальных районов и сделав из него действительно что-либо не получили ответы поэтому ни один инвестор туда не придет и вот когда вы разрабатываете свои проекты я все-таки обращаю внимание всех у нас мы говорим и ЖКХ ЖКХ это не только инфраструктура это не только строительство жилищного дома и не только аварийные фонды это еще управление что бы мы ни построили все равно развалится если не будет вот этого момента я бы хотела чтобы вот в этих стенах мы здесь им ТПП они все-таки увидели что управление это такой же бизнес а раз бизнес там должны работать экономические законы а социальные проблемы социальные защищены здесь государство решает по собственникам это его прерогатива правильно? а бизнес это бизнес это экономически обоснованные правила это перевод вообще я считаю что надо менить жилищный кодекс потому что он кроме вреда ничего не приносит и прийти в гражданско-правовые отношения и тогда как господин Башкин сказал все эти проблемы можно найти в любой сфере и тогда будет развиваться бизнес и тогда будет развиваться система ЖКХ и тогда мы не будем каждый раз собираться и говорить у нас не доделано или не сделано я буду заинтересован в решении этих вопросов вот по сути я как бы хотела ну как бы общую тему обобщить о Московской области я готова мы все равно работаем уже с вашей области мы с вами потом пересечемся я готова в этой ситуации вам просто эти карты показать как это уже много наработано чтобы вам не надо было с одного края если в другой процесс мы готовы мы получим спасибо большое какие-то будут комментарии значит я единственное хотел бы тоже откомментировать в том числе как и представитель бизнеса поскольку 20 лет мы на рынке девелопмента по Московской области действительно интересный регион и очень важный регион мы реализовывали ряд проектов но это был к сожалению или к счастью девелоперские проекты город Клин например очень много зависит вот то о чем здесь сказали коллеги и наверное всецело соглашусь тоже очень много зависит от того кто на местах управление это такой же бизнес и очень много зависит от управления сейчас наверное особенно с учетом неразберихи а присутствует везде неразбериха мы знаем примеры разных областей есть например Калужская область где вот хорошие условия создали да там не бесспорные моменты там область была на грани банкротства сегодня это об области Если уже не скажешь об этом районе, регионе точнее. Помимо девелоперских, мы строили торговые центры в Клинском районе. Он сегодня один из таких сильных. И по налогам, по сборам нам просто дали не очень большое применение, чем просто заинтересовали нас как инвесторов. Вот на привокзальной площади встать и действительно построить хорошее здание современное. Первый эскалатор в городе был. Инвестор в конечном счете, конечно, он будет сам считать свои риски. В том числе власти должны подходить, поворачиваться к нему лицом с точки зрения, что ему тоже должно быть заинтересовано. Он, конечно, должен в принципе нести определенные социальные нагрузки, которые не должны перекрывать его интерес. Здесь очень много зависит, конечно, от налаживания вот этих вот схем прежде всего. Нам предлагали, был пример, мы как-то пытались войти и в коммунальные проекты по смене труб. Мы пытались войти по ремонту мостовых и дорог, я помню, еще смотрели и в Костромскую даже, в Костромской регион. Вы знаете, зачастую даже обращаясь к главам администрации сегодня, вот первый вопрос это один из первых, земельные. С удивлением обнаруживаем, что там находятся какие-то люди, а у тех людей еще люди. И там непонятно какая цепочка уже связана даже с криминалом, что не разберешься первого основополагающего вопроса земельные. Поэтому, конечно, тему, которую мы поднимаем, я подытожу потом уже за тем. Она настолько многогранна, что здесь просто нам придется и нужно будет работать. Спасибо. Нам нужно идти дальше. Я вам добавлю просто, знаете, на самом деле, вот я изучал опыт там, допустим, в Швейцарии, там проходят конкурсы не между инвесторами, по выбору инвестора, а между муниципалитетами, они по-другому называются у них там. И они, к тебе лучшие условия, туда и приходишь. И тогда не возникает ни коррупции, ни других проблем. Вот это, наверное, надо все-таки бизнесу нашему подвигать. Совершенно верно. Будем искать способы, как это уже притворять и в бумагу, и в дела, в конкретные стены. Я хотел бы предоставить слово члену комитета Кривовой Наталье Витальевне, директору автономной некоммерческой организации Институт проблем регистрации оценки и налогообложения недвижимости с докладом «Барьеры для привлечения инвестиций в улучшение объектов недвижимости». Пожалуйста, Наталья. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я постараюсь сконцентрировать внимание на тех барьерах, которые в основном есть в сознании. Методические вопросы, которые достаточно легко разрушить и убрать. Оказалось, что экономика недвижимости в секторе ЖКХ практически не работает. Сейчас я это постараюсь пояснить. Значит, когда мы смотрим на управляющую компанию, я много работаю сейчас по проекту с разными городами, и мотивация, и аргументация для того, чтобы понудить или мотивировать собственников к вложениям в крышу. Это тяжелый вопрос у нас, раздробленный, и субъекта этого нет. И такой достаточно естественный аргумент для того, кто понимает соотношение между ценой и капитальной стоимостью, расходами, затратами на эксплуатацию и доходами, потенциальными доходами от объекта. Достаточно простой вопрос. Если ты улучшаешь качество объекта, то есть вкладываешь в ремонт, убираешь экономию, возникает поток экономии как результат от этого, и этот поток, в общем, капитализируется. То есть стоимость этого объекта возрастает. Если его отремонтировали, то стоимость возрастает. Этот аргумент практически, извините, на уровне управления квартирными домами, вот эта связь между капитальной стоимостью и вложениями, она не работает, не используется, ее не видят. Это одна проблема. Вторая проблема. Работает ли она у собственника? Вот с машиной все очень понятно. Мы покупаем автомобиль, у него есть характеристики типа скорость, мощность, комфортность, красота, престижность. У него есть расходы на эксплуатацию в смысле ремонтов, и у него есть потребление топлива, то есть такой вот текущий расход. То же самое практически с объектом недвижимости происходит. Есть универсальная общая мотивация для органов власти, для собственников объектов и для тех, кто как предприниматели и собственники бизнеса идут в улучшение, в модернизацию то ли фондов ЖКХ, то ли объектов недвижимости. Какая это мотивация? Это мотивация увеличения капитальной стоимости, генерация экономии расходов или дополнительных доходов, которые и дает в общем доход, результат для инвестора. Так, и сразу договоримся, почему я говорю об объектах недвижимости. Потому что на сегодняшний день собственники объектов недвижимости как субъект отношений очень важный и как источник инвестиций тоже очень важный. Инвестиции мелкие могут быть, но их очень много. Он фактически таковым не рассматривается. Что есть сектор ЖКХ? Это жилищные и коммунальные услуги. Сейчас вот когда расходы на общедомовые нужды переводятся из разряда коммунальных услуг в разряд жилищных услуг, происходит четкое очень развлечение между тем, что такое коммунальный сектор, поставщики ресурсов и услуг, и что такое жилищный сектор. Это управляющая организация, это по сути дела управления, которое должно быть эффективным. Я абсолютно согласна с этим, что чтобы управлять нужно, во-первых, знать, что у тебя есть, то есть объект четко понимать, паспорт иметь, по крайней мере, со всеми нюансами. А во-вторых, оценивать, что дадут те или иные действия, те или иные решения, вложения, какой это будет эффект. И по возможности эффект не краткосрочный, а именно долгосрочный. То есть если мы говорим о ЖКХ, то 7 лет – это средний инфраструктурный срок окупаемости. А вообще говоря, если мы начинаем считать на 10 лет, на 15 лет, и откуда возникли сроки для генплана 25-30 лет? Это если мы строим водопровод в муниципальном образовании до революции, с привлечением средств, собирая деньги через облигации, то сроки окупаемости такого вложения – это, как раз-таки, 25-30 лет, откуда и возникла необходимость вот этого горизонта планирования. И вот оказывается, что у нас договоримся, что мы будем понимать под инвестиции вложения с целью получения дохода. И предмет рассмотрения жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные системы – это физические объекты, конечно, в первую очередь, мощности сети, ресурсы. И брать их надо в целом от начала генерации до точки конечного потребления. И помнить о том, что все неэффективности по всей цепочке всегда оплачивает конечный потребитель, который платит эту цену. И разложив те деньги, которые платит конечный потребитель по всей цепочке предоставления ресурсов и услуги, мы можем увидеть, кому он переплачивает и где есть резервы на то, чтобы сократить, увеличить эффективность и получить доход инвестора от потоков экономии или дополнительных доходов. И вот у нас не только, оказывается, физическая система, но и отношения между участниками, производителями услуг и ресурсов потребителями и другими заинтересованными сторонами будем рассматривать в качестве резерва. И именно отношения между участниками и именно менеджмент, как, собственно, организация этих отношений или улучшение в организациях этих отношений является основным ресурсом, основным целевой областью для усилий по регулированию, для регулятора органов власти разного уровня и для нас, как специалистов, которые на этой площадке собираются, для того, чтобы его, как бы, рассмотрев, разложить. И я хочу привести вот свою точку зрения по поводу того, что рассказал Александр Маратович. Это как раз пример очень менеджмент интенсивного и в этом смысле эффективного взаимодействия, организации взаимодействия всех заинтересованных сторон. Есть потребители, они просто живут в доме, дом скучный, так сказать, белая стена или она в разводах. Можно из него сделать, извините, я в Вене, когда была, специально ездила смотреть район, знаменитый художник Кондорсов с непроизносимым именем, расписывает эти стенки домов, но это было 20 лет назад. Это привлечение туристов. Это начинает работать объект как точка притяжения и генерации экономики этого места. Этого места, да, совершенно верно. И то, о чем говорила Анна Николаевна, что нужно, конечно, комплексный подход, но для начала, для инициации, пусть это будут, так сказать, такие проекты по, кусочные проекты, будем так говорить, то есть кто дозреет из муниципальных образований рассматривать экономику места как фактор развития каждого члена этого сообщества, через капитал, его личный капитал в виде недвижимости, объекта недвижимости, стоимость которого, оказывается, возрастает в результате того, что там начинается экономическая активность. То есть все у нас есть универсальная мерка, стоимость, рыночная, у нас пока это не отражается. В отличие от автомобилей, люди при приобретении жилья, как правило, как объекты потребления, они как потребители выступают, они как инвесторы, они не смотрят на текущие эксплуатационные расходы, которые то или иное, им важнее квадратные метры, им важнее, так сказать, улучшить жилищные условия. Но это пройдет, это будет по-другому. На разных сегментах могут вкладываться средства и называться это может инвестициями. Я не буду сейчас говорить о том, что мифология в секторе ЖКХ очень сильно развитая. Да, действительно лучше, если учет, индивидуальные приборы учета устанавливаются, возникает экономия. Но эта экономия возникает два года максимум. А дальше те поставщики услуг и ресурсов, которые называются ресурсоснабжающие организации, они отражают это через рост норматива, разными способами съедается эта экономия. Поэтому я не хочу сказать, что это не нужно делать, не это хочу сказать. Но хочу рассмотреть и привлечь внимание. Да, есть инвестиции в производство, модернизацию, в улучшение доставки ресурсов, но это более сложная область. А вот снижение потери у потребителя, как энергосбережение, улучшение объектов недвижимости, это то, что как раз сейчас не очень работает. А именно массовые инвестиции мелких инвесторов, собственников недвижимости, это большой ресурс для улучшения ситуации в сфере. И, значит, я про капитализацию уже сказала, что если учитывать капитализацию этих эффектов, вот улучшилось даже качество воды, улучшение качества воды при прочих равных влияет на привлекательность, на стоимость объекта, не говоря уже о качестве благоустройства. Самое эффективное вложение, если говорить о вложении в жилье, есть вложение в квартиру, внутри ремонт, и лечитая клетка. Вот фактор соседства, качество лечитой клетки, качество микрососедства, это очень сильный ценообразующий фактор. 10 тысяч вложенные в ремонт подъезда позволяют продать объект на 50 тысяч дороже. Это на кусочном уровне, да, на кусочном уровне это как бы работает, но на профессиональном уровне, вот таком вот, это пока еще не... Инвестиции идут снизу, причем в огромных количествах, не рассматриваются как инвестиции. Люди вкладывают в ремонт из своих квартир много, усиленно, и мотивация, понятно, мы хотим немножко лучше, даже не про капитальную стоимость, а просто чтобы, ну, себя уважать. Можно вкладывать в бумагу для стен, то есть обои, можно вкладывать в ремонт систем, как бы элементы капитального ремонта. Замена окон – это самый простой пример, но трубы с администрированием очень плохо, обесцениваются наши вложения со страшной силой, потому что можно отремонтировать без договоренности с соседями, это как раз вот менеджмент интенсивный очень процесс. Невозможно даже заменить систему ХВС, ГВС и канализации в доме целиком, потому что в перекрытиях остаются куски с повышенным риском аварийности из-за того, что разного диаметра разные трубы, а человек может не пустить и все, и администрирования нет. Это область, которая непаханное поле. То есть массовые мелкие вложения, проблема учета, оценки и применения как критерия для качества регулирования – это очень плодотворная сфера нашей с вами коллеги деятельности. Потому что если мы делаем активность частных лиц, имея в виду и предпринимателей, и собственников, по вложению, начинаем мерить эти вложения не только как банковские кредиты, модернизацию фондов, которые большие дядьки приходят, РКС, на территорию или не приходят. А еще и вот то, что люди вкладывают, маленькие, мелкие, и как только возникает доверие и понимание перспективы, что этот дом не будут сносить и не будет в соседних микрорайонах ухудшения среды, люди будут вкладывать сами. Находить и вкладывать. Собственно, это и происходит. Я хотела показать, извините, у нас сейчас идет проект Всемирного банка в нескольких городах, и проиллюстрировать еще один тезис о том, что экономика недвижимости не работает ни на бытовом уровне, ни на уровне управляющих организаций, ни на, что самое, как бы сказать, не страшное, но самое такое примечательное, ни на уровне органов власти, имею в виду муниципальное образование, и в первую очередь муниципальное образование, и субъекты Российской Федерации. Что имеется в виду? У нас, если моя недвижимость увеличилась в стоимости, через налогообложение адвалорное, это означает, что увеличился поток доходов в местный бюджет. То есть выгода от того, что растет конкретно стоимость моей личной недвижимости, она есть и общественные эффекты. Если их измерять, то совершенно другая получается картина экономики участия бюджетов и бюджетных инструментов помощи инвестициям в процессе вложений в ЖКХ территории. Вот мы смотрели там, как бы даже вот, наверное, один проект покажу, просто вот в Волжском. У нас по условиям этого проекта должны были считаться экономическая норма доходности или общественно-социально-экономическая или общественные эффекты, и финансовая или коммерческая норма доходности. И оказалось, что с коммерческой нормой доходности все, как сказать, инвесторы справляются очень хорошо. Все очень хорошо считают потоки экономии, которые возникают от вложений, ну вот, в конкретные объекты. Вот реконструкция биологических очистных сооружений. Мы видим одна картинка потока экономии, от чего она там по реконструкции канализационного коллектора. Совершенно другая история. И, например, здесь вот видно, что чем хуже состояние и выше аварийность, тем больше поток экономии в результате вложений. Вот если бы были, как сказать, экономико-правовые механизмы выделения этих, как сказать, объектов инвестиций, то я думаю, что это, ну вот, один из них, как бы очень хорошо развернуто рассказывала первая выступающая, было бы здорово. Что хочется сказать здесь сейчас, извините. Извините, 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 запуталась. Вот берем проект реконструкции биологических очистных сооружений. Там парочка примеров просто внешних эффектов. В результате того, что экономия электроэнергии, там очень сильно уменьшение объема вывозимого остатка, транспортные расходы, то есть применение технологии, новой технологии позволяет не возить ил. Иловые там эти осадки высвобождаются поля, поля, то есть земельный участок. Это вот пример как раз внешнего эффекта. Если мы считаем доход от того, что этот земельный участок рекультивируется и вводится в экономический оборот, вместо того, чтобы на нем были эти вот иловые осадки, то оказывается, что помимо того, что получает непосредственно водоканалы, что здесь посчитано, есть еще эффекты, которые целесообразность, экономическую целесообразность для бюджета, обоснованность, общественные эффективности этого проекта сильно-сильно повышают. Сейчас я только что из Чебоксар, там тоже пример. Водоканал делает проект, значит, они промывные, что-то там такое не могу назвать, сейчас извините, волнуюсь и тороплюсь. Но во всяком случае, сброс в Волгу вынесли на постановление, что с 1 июля начинаются штрафы. Водоканал вовремя прекращает это за счет вложения денег Всемирного банка, потому что они вошли в проект. Если бы они не прекратили, их бы начали штрафовать. Если мы эти штрафы рассчитываем, экономический эффект с учетом этих штрафов и потока экономии от того, что неуплачены штрафы, не будут они уплачиваться, то у нас совершенно другая эффективность для муниципалитета помощи, извините, водоканалу в реализации этого проекта. Это просто два примера, которые я не имею возможности дальше говорить. Но вот эта общественная эффективность и необходимость стоимостного анализа общественных выгод, которые возникают у населения, у потребителей в следствии того, что инвестиционная составляющая тарифа не выросла из-за того, что другие источники средств найдены. Вот совокупная эта экономия, да если еще раз считать ее дисконтированием на 25 лет, совершенно меняет картину эффективности, эффективности, как бы участия бюджета как общего кошелька в реализации этих проектов. Если мы совокупно будем считать те субсидии, которые идут, вы знаете, что сейчас плата по привязанных к дому должна быть, совокупный расход управляющей организации должна показывать по содержанию жилья в привязке к домам. Дома есть разной совершенно эффективности. Есть дома, которые очень много потерь, сверхноформативные, там далеко как бы от нормативов. И по этим домам люди живут в деревянных домах, и они должны еще и платить больше денег за эксплуатацию несправедливо. Значит, давайте субсидировать в данном случае дома. Это стандартное решение, которое принимает муниципалитет. Об этом громко не говорится, но деваться больше некуда. Если мы эти субсидии тоже за 25 лет начинаем рассматривать и сравнивать с теми затратами, которые нужны на комплексное развитие существующей, извините, застроенной территории. Вот уже то, о чем говорила Анна Николаевна. Фрагменты застройки рассматриваем. Сколько бы генерировала эта земля, если бы она была застроена хорошими домами, и с них платился налог от кадастровой оценки, то есть от рыночной стоимости, а сегодня она застроена плохими домами, там ничего не происходит, в них идет субсидия бюджета. Если мы совокупно рассматриваем вот эти расходы, будущие расходы, будущие доходы, потенциальные доходы и эффективность действий власти, то у нас получается совершенно другая картина. В общем, это все, о чем я хотела сказать. Спасибо большое. Спасибо. Маленькая ремарочка, можно? Значит, первое, если вы посмотрите в личный кодекс, то у нас цель управления многоквартирными домами создания безопасных условий, то есть эксплуатация, то есть смета расходов и ни в коем случае не цель капиталовложения, которым это менять надо. Да, то есть на самом деле вот этот первый момент, да, и второй, в Москве, например, очень такое распространенное правило, если вы сэкономили, сделали хорошую работу и сэкономили на эксплуатации, то вы должны вернуть это населению. И поэтому я бы хотела посмотреть здесь, где у нас о общественном там каком-то эффекте может идти речь. Поэтому вот эти моменты, они имеют место, и они на самом деле мешают решению вот этих проблем, о которых вы сказали. Если до того момента, пока не будет договора, целью договора управления, не будет повышения капитализации объекта, не будет у нас с вами никаких других моментов. Вот это надо все в законодательном порядке решать. На самом деле тогда и все это будет работать. Спасибо. Так, пожалуйста, я хотел бы предоставить слово Юрию Викторовичу Павленкову, члену нашего комитета, генеральному директора НП «Эффективное управление недвижимостью и обеспечение безопасности зданий и сооружения при их эксплуатации». Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Я благодарен комитету и инициаторам этой темы, злободневной и несчастной темы, которая была инициирована и поддержана. Александр Александрович, спасибо большое, потому что эта тема, ее только нужно начать, а конца у нее в нашей стране нет. И действительно, и действительно мы сегодня, спустя там 4 года, после того, как начали системно осмысливать масштабность угроз и проблем в системе жилищно-коммунального хозяйства, мы потихонечку выстраиваем новые условия для нормативно-правового регулирования и создания реально работающих инструментов на этом сложнейшем рынке. Причем, соседний с нами комитет жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства жилищно-коммунального хозяйства, в котором мы с Татьяной Георгиевной имеем счастье тоже работать, он очень четко дифференцирует, да, Ольга Викторовна, очень четко дифференцирует коммунальную систему, инфраструктуру коммунальную, там есть своя природа отношений, своя система отношений. Борислав Викторович, ничего мы вас не отменяем, не отвлекаем ничего. Так вот, Ольга Викторовна, а есть жилищная система отношений, они имеют разную природу, разную систему отношений, они по-разному регулируются и управляются в законодательстве, и у них совершенно разные мотивации и почти разные участники отношений. За предыдущие пять лет была наработана определенная нормативно-правовая база, которую сегодня уже можно вполне применять. Что я имею в виду? Вот как раз 2012 год венчался тем, что, как ни странно, в бытность работы Басаргина были наработаны неплохие инструменты, и в общем я считаю, и все считают участники профессиональные, что в общем-то создана нормативно-правовая база, которую можно было бы в принципе брать за основу управления и модернизации отраслевой. И в коммунальном хозяйстве, в системе снабжения коммунальными ресурсами, о чем сегодня Бронислав Викторович блестяще сказал, несмотря на всю путаницу, которая существует, умышленно, мы считаем, как специалисты, привнесена в систему отношений, коммунальный ресурс каким-то немыслимым образом физически, экономически и трансформируется в коммунальную услугу, никто это физически объяснить не может, никто этому, и, видимо, придется куда-то нам проводить отдельное научное исследование, чтобы этот процесс описать, но, тем не менее, это так. Поэтому коммунальная инфраструктура это одно, а жилищные объекты, объекты жилой недвижимости, это немножко другая система. Поэтому и законодатель, по всей видимости, потихоньку осознавая эту беду, пришел к тому, что в каждой из подсистем, в общем-то, написано, смотрите, какое количество законов. По созданию региональных систем капитального ремонта мы с вами получили продукты, и большинство регионов сегодня, в том числе и Московская область, запустила уже программу капитального ремонта многоквартирных домов, выражающуюся в создании преимущественно общекотлового метода со сбора. Дальше. Это 271 закон предоставил такие возможности, и они, в общем-то, за полтора года с момента его принятия в конце 2012 года заработало. Отдельный закон 270-й, который внес некоторые изменения в фонд содействия реформированию ЖКХ, который, в общем-то, трансформировал и преобразовал ту систему отношений, которая была, когда фонд капитального ремонта был жирный, он был там, обладал там 300 миллиардами рублей, и он, так сказать, имел одни формы и средства инвестирования. Сегодня, когда эта немножечко кубышка съежилась по силу разных причин, то пришлось немножко видоизменять базовый закон о формах участия государства, государственного имущественного фонда в инвестировании в коммунальную и жилищную инфраструктуру, в жилые объекты. Вот был принят 261-й закон, о котором сегодня уже было немало сказано, и в него внесено уже достаточно много хороших позитивных изменений. 289-й закон, великолепный закон, смотрите, о программах комплексного развития систем. Я его немножко специально слышал, содержание взял из этих законов, а не только как они называются на самом деле. Вот 289-й закон нам предоставил возможность формировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Шикарный закон, если его препарировать и разложить, оттуда мы извлекаем и инструменты, и описывает в целом неплохо систему. Об энергосбережении понятно. 291-й очень важный закон, который на региональном уровне имеет колоссальное значение, он предоставляет нам возможности формирования долгосрочных тарифов в сфере электроснабжения, энерготеплоснабжения, газоснабжения. Великолепный закон. То, что как раз президент требовал много лет, и то, к чему мы потихонечку подбираемся к пониманию, что инвестору очень важно просматривать хотя бы на 3-5 лет вот эту структуру своих затрат и инвестиций жителей или частных инвестиций. Ну и вот пока мы не ушли далеко от в целом оценки нормативно-правовой базы, нужно отметить, что, конечно, удивительно, что вся вот эта система нормативно-правового регулирования, а сегодня я в конце остановлюсь еще и на новых инициативах Минстрой ЖКХ, она каким-то образом, и это особенно отчетливо хочу подчеркнуть, акцентировать на этом внимание, что она движется все-таки без наличия общей стратегии, концепции и программы отраслевого развития на федеральном уровне. Почему-то по непонятной причине такая концепция, она существовала с 2012 года, потом она была после прихода Дмитрия Анатольевича в Белый дом отменена, и до сих пор мы сегодня живем в ее отсутствии. При этом новое министерство делегирует полномочия по формированию некоторых дорожных карт развития ЖКХ регионам, которые должны каким-то образом изобрести, вписать свои хотелки в общий тренд страны без наличия такого понимания с федерального уровня, хотя бы границ обозначить, а куда идем. И поэтому у нас в связи с этим тоже возникают некоторые проблемы. Что является предметами регулирования тех нормативных профактов, которые я перечислил. Ну, посмотрите, шикарно. Региональная программа капремонта. Мы с вами региональных операторов уже по всей стране создали. Региональных операторов региональных систем. Взносы на капитальный ремонт, это в виде обязательных взносов, они пришли к жителям уже. Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирного как гарантии поручительства по кредитам и займам осторожно предоставляет этот региональный закон. Получили очень важный вот этот инструмент гарантии поручительства по кредитам и займам. Ну и субсидии на оплату процентов по кредитам это также звучит очень осторожненько пока, но уже и не очень осторожно звучит из уст руководителя фонда реформы ЖКХ ЦИЦИНА, ну и других участников системы. 289 закон нам предоставил такой предмет регулирования, как система коммунальной инфраструктуры, региональная программа модернизации великолепная именно комплексного развития. Вот то, что как раз сегодня практически участники и говорили, что невозможно без комплексного осмысления трендов развития на уровне различных территориальных образований выстраивать отдельные концепции модернизации. 291 закон долгосрочный тариф единые стандарты качества обслуживания мы проговорили. Дальше вот эти трудновыговариваемые, а уж тем более вообще нереализуемые инструменты метод доходности инвестированного капитала звучит в этом. Метод индексации, метод сравнения аналогов, предельный минимальный индекс роста центра и кто профессионально занимается инвестициями понимает о чем этот разговор. 261 закон перечень обязательных мероприятий по энергосбережению. Мы с вами имели двухлетний спор в том числе на уровне государства оцелесообразно ли проводить энергоэффективные мероприятия на многоквартирных домах, что неоднократно отражалось в противоречивых поручениях президента Российской Федерации то в Бочаровом ручье потом почему-то преподнесли, что вроде бы принято нецелесообразно но как выяснилось что сегодня опять целесообразно вот последний тренд это вот вчера прозвучало то есть опять целесообразно и без энергосбережений кстати Демченко руководитель департамента Минстроя ЖКХ Оксана Демченко позавчера это акцентировала и сегодня на сайте это выложено Минстроя. Что какие проблемы вот если перенестись с федерального уровня на региональный и муниципальный какие проблемы нами наблюдаются при анализе и реализации тех самых великолепных инструментов вот мы констатируем к сожалению что регионы на самом деле несмотря на предоставленные возможности на федеральном уровне ограничены в своих источниках и средствах в силу чего они ограничены давайте попробуем проанализировать так вот мы взяли за основу около 15 муниципальных программ в разных областях ну они такие очень надо сказать честно выглядят очень слабо и надо сказать даже даже ну не будем характеристики давать оценочные суждения высказывать но хотя бы если даже в каком-то муниципальном образовании нам удавалось найти программу комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры то мы уже несказанно радовались вот так скажем мягко но когда начинаешь препарировать и в содержание вникать таких программ программа капитального модернизации коммунальной инфраструктуры муниципалитета да и даже некоторых регионов сопоставлять ее соотносить с программой капитального ремонта квартирных домов потом ее соотносить с программой энергосбережения муниципальной то оказывается что Самая большая беда состоит в том, что эти программы между собой не по целевым показателям, не по трендам и брендам, не синхронизированы, никак не сопрягаются и, как ни странно, по некоторым показателям вообще идут в разные стороны. Как будто бы это совершенно разные показатели. По финансам, по бюджету, по источникам финансирования, как будто бы это муниципальное образование разных планет, расположено на разных планетах. Поэтому, вот чтобы на основе такого анализа, что у нас родилось? Мы понимаем, что муниципалитеты и регионы даже многие в силу совокупных своих причин и кадровых, и интеллектуальных, и всяких разных, и финансовых в том числе, в первую очередь, наверное, все-таки не способны комплексно представить себе вот эти методики, которые бы им помогали развиваться. То есть, сегодня на федеральном уровне, кроме нормативно-правовой базы, нам сегодня нужно признать, что необходим некий институт развития совершенно другого, институционального, кадрового и другого качества. Мы сегодня должны с вами честно признать, что фонд содействия реформе ЖКХ в том виде, в каком он неплохо сделал свою задачу, запустив эти программы капремонта в том виде и сноса, и ликвидации аварийного жилья, свою задачу и функцию на этот момент выполнил, и нуждается в серьезном системной трансформации. Собственно говоря, и фонд РЖС тоже задачу свою на том этапе выполнил, и тоже нуждается в трансформации, но об этом немножко дальше. То есть, мы говорим, что муниципальное образование, даже если бы сегодня очень сильно захотели бы привлечь какого-нибудь отчаянно смелого инвестора, и Татьяна Георгиевна права, мы знаем, о чем говорим, изъездив всю область московскую, изъездив 20 регионов по стране, сегодня реализуя в четырех регионах некие намеки на государственные частные партнерства в системе жилищного и коммунального управления системе. Мы констатируем, что, конечно же, нужно всерьез все-таки сесть к нам и подзадуматься о том тренде, куда все-таки нужно идти. Слюняев Игорь Николаевич ровно год назад на госсовете по ЖКХ блестяще разложил и предоставил блестящий анализ состояния отрасли. Я считаю, что после него пока еще не родилось ни одного внятного слова, кто бы более системно, глубоко и правдиво оценил ситуацию ЖКХ. Но, как мы с вами знаем, на смену Игорю Николаевичу пришло новое ведомство с новыми людьми, и тренд несколько изменился. И вот те задачи, которые были честно признаны Игорем Николаевичем, перед нами стоит задача создать условия для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, сохранив при этом доступный уровень платежа граждан. Представляете, какие эти две задачи, как они не сопрягаются между собой. Как они трудно сопрягаются между собой, тем не менее такая задача стоит. Юрий Викторович, время минуты. Была бы эффективна возможность осмотреть и третью модель, которая основывается на пообъектном управлении и на пообъектной капитализации того, что сегодня Наталья Витальевна говорила. Объекты недвижимости такого сложного, тем более как многоквартирный дом, который вмещает в себя не только сам объект капитализации железа, несущие конструкции, но и сопрягают в себе еще и огромные интересы, огромного количества собственников. Так вот, можно смело констатировать, что мы эту задачу не решим, если, я завершаю, почти завершаю, если не решим несколько задач. Система полагающих. Вот обязательные условия привлечения средств в модернизацию многоквартирных домов, подчеркиваю, не в коммунальную инфраструктуру, хотя некоторые пересекаются. Это первое. Многоквартирный дом должен быть зарегистрированным объектом недвижимого имущества. Александр Александрович, уважаемые коллеги, а это сегодня у нас с вами самая большая беда и проблема. Многоквартирный дом, несмотря на то, что его как-то криво описывает 36-я статья жилищного кодекса по составу общего имущества многоквартирного дома, тем не менее, в регистрации в кадастре недвижимости и в регистрации объекта прав ЕГРП многоквартирный дом не возникает. А раз он не возникает, значит отсюда вытекают все беды и проблемы. Его невозможно ни оценить, ни описать достоверно, ни капитализировать в муниципальной экономике, ни капитализировать в карманах конкретных собственников конкретных домов. И здесь у нас с вами, и почему-то здесь нас не слышит ни Минфин, которому неоднократно предлагались различные решения в этом вопросе, не слышит нас ни Минэкономразвития, как ни странно. Так вот, дом многоквартирный, зарегистрированный объект недвижимого имущества. Юрий Викторович, время. С заказчиками и созаказчиками комплексной санации выступают ТСЖ, ЖК, ЗСК, как представители функции владения в доме. Наряду с управляющими компаниями и мотивационные инструменты нужно формировать для собственников, применяющих, каким образом? Через льготы на налог на недвижимость. Вот такая великолепная форма. Не нужно никаких рассказов и никаких убеждений. Долг, путь убеждений. Короток, короток, путь чего? Дайте налог, освободите собственников от налога на недвижимость на период модернизации многоквартирного дома, плюс период окупаемости, и люди сами найдут инструменты, как это сделать. Вот один из инструментов. Все равно мы никак не компенсируем этими налогами на недвижимость те преимущества и выходы, которые мы можем приобрести как муниципальная экономика, федеральная экономика, и в целом инфраструктура городская, при влечении таких инструментов. Ну и так далее. Там еще есть ряд инструментов. В конце я бы хотел завершить, Александр Александрович, одной притчей такой. Не все так плохо, как вы думаете, все намного хуже. В настоящий момент нашим законодателям предлагается пакет мер, пакет законодательных инициатив. Вот здесь последние наши попытки президента убедить, и администрацию президента убедить в том, что это пагубный, совершенно чудовищный пакет, который односторонние санкции предлагает к собственникам и управляющим недвижимостью, который вводит институт лицензирования в управление недвижимостью, отодвигая таким образом собственника недвижимости от двух своих первородных прав. Право владения, право пользования, распоряжения. И это мы считаем, как такая какая-то вообще гибрид, антиконституционный гибрид. Когану спасибо, Московская область, Александру Когану, ГЖИ, который великолепно поддерживает нас, все понимает, угрозы видит, коррупциогенность видит этих вещей. А самое главное, уважаемый Александр Александрович, уважаемые члены этого собрания, что институт лицензий гарантированно исключит возможность привлечения частных и корпоративных инвестиций в воспроизводство многоквартирных домов. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий Викторович. Уважаемые коллеги, к нам прибыли, кстати, наши коллеги из Ханты-Мансийского автономного округа. Не успели, смогли. Что очень хорошо. Пожалуйста, Бахтиев Ринат Медликомилевич, начальник отдела приватизации и инвестиционных договоров Департамента по управлению государственным обществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И Юрий Сергеевич Корольский, директор регионального центра инвестиций Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Единственное, прежде чем, может быть, я попрошу их сделать какие-то комментарии, возможно, у вас есть вопросы, да, вот по этому региону. Пожалуйста, есть какие-то вопросы? Давайте позадаем. Разрешите я. Да. К сожалению, что вы задержались, скажем так, немножко, что я в своем докладе приводила доводы и аргументы и делала предложения именно на примере Ханты-Мансийского автономного округа, где наш институт сделал уже несколько серьезных крупных научно-исследовательских работ. Наверное, вы об этом знаете. Разрабатывалась система мер, направленная на совершенствование градостроительного законодательства, земельного имущества, инвестиционной деятельности. Сейчас разрабатывается, собственно, по личному поручению, даже под контролем, вернее, личным Александра Михайловича Кима. Делается подсистема при схеме территориального планирования, подсистема по развитию жилищного строительства и всех жилищных вопросов. И вот, может быть, коллегам будет очень интересно, если вы расскажете, потому что огромное количество действующих инструментов, мы знаем, по сносу ликвидации ветхого аварийного, по привлечению частных инвесторов даже в строительство социальной сферы. Я знаю, что частные инвесторы строят и жилье в Ханты-Мансийском округе, и детские сады за свои деньги, да, и вот какие механизмы. Да, мы, к сожалению, конечно, опоздали. В связи с... Здравствуйте, коллеги! Не получилось у нас, очень хотелось бы попасть, конечно, чтобы это... Ну, то, что касается действительно, в автономном округе мы попытались, по крайней мере, задать тот задел, обеспечивающий работу с этой инфраструктурой, и социальной в том числе, у нас разработали массу программ. Это и новое жилье, и новая школа Югры. Это развитие жилищной программы государственная принятая, развитие жилищно-коммунального комплекса, в котором предусматривается ряд инструментов, как поддержки частных инвестиций, так и непосредственно передача в управление. Применяется, конечно, полный спектр, и на конкретных объектах мы стараемся вести все-таки работу таким планом, которое бы позволяло нам оперативно исполнять задуманное решение. Потому что, как правило, конечно, те проекты, они все долгострои, все с инструментами. Я могу сказать о том, что на сегодняшний момент создали благодаря целый институциональный комплекс организации, скажем так, у нас и фонд поддержки предпринимательства занимается, фонд развития жилищно-коммунального хозяйства, региональный центр инвестиций непосредственно создан, фонд развития Югры создан, который все являются одной системой работы по принципу одного окна. Мы в данном смысле работаем, плюс все органы власти, отраслевые, регулирующие соответствующие сферы и направления деятельности. Вот в этом направлении, конечно, ведется очень мощная работа, постоянно обсуждается, создан инвестиционный совет под председательством губернатора Гатемансийского автономного оброка. Вот это вот такой спектр, скажем так, организационных управленческих решений, которые прежде всего, конечно, направлены на полную систему, модернизацию системы, в частности, и жилищно-коммунального хозяйства. Применяя, если говорить об инструментах, конечно, государственного частного партнерства, которые на сегодня мы активно у нас реализовались, они в сфере социального строительства, детских, дошкольных, образовательных учреждений, школ. Здесь, конечно, инструмент мы приняли и постоянно, ежегодно на сегодня динамически отслеживаем пробелы, вносим корректировки соответствующей программы и порядок реализации. Мы предусмотрели, например, возможность приобретения объектов через рассрочку платежа. Методика формулы, она, конечно, 36 лет, потому что социальный объект, мы понимаем, что коммерческой составляющей здесь очень мало. И, естественно, объекты эти будут лишь только нести мощный социально значимый эффект. Поэтому придумали, ну, не то что, механизм отработали, по крайней мере, для того, чтобы предприниматели, и, например, югорские у нас предприниматели, частный, я имею в виду, сектор, уже активно. На сегодняшний момент реализуется только за период 2012-2013 года около 40 объектов общего и дошкольного образования были реализованы такой схемой. Активно предусматриваются меры, конечно, у нас законодательная база принята и о господдержке, это и компенсации части затрат, это и компенсации процентной ставки, это и предоставление налоговых льгот. То есть мы на сегодняшний момент пытаемся не стоять в динамике, постоянно пытаемся где-то эти инструменты вместе соединять, объединять. Ну, где-то получается, ну, не могу сказать, что где-то есть и проблемы, конечно. Ну, вот в ЖКХ, если уже говорить, ну, в основном, конечно, у нас пока предусматриваются инструменты концессионных позиций. Вот, хотя, если говорить, ну, это уже моя позиция такая, я считаю, что, несмотря, концессия это тоже форма, определенная форма, определенные условия, но это тот же самый механизм государственного частного взаимодействия и партнерства. И как бы мы ни говорили, это все равно есть на данном этапе. Использование инструментов и концессионных, и инструментов, скажем так, ГЧП, налоговых льгот, мер поддержки, ну, на сегодняшний момент пока дает возможность, ну, в Югре, по крайней мере, модернизировать на сегодняшний момент систему. У нас и модернизация жилищного комплекса принята, программа, и я уже повторюсь, наш дом Югры, централизованное электроснабжение, программа модернизация населенных пунктов, чистая вода, которая обеспечивает замену практически систем обеспечения воды на достаточном уровне. Конечно, на это все нужны огромные, огромные средства, и бюджету это просто не подняет. Поэтому, ну, вот как-то мы пытаемся выходить из этой позиции активно. Ну, пока видим, что на сегодняшний момент данные позиции дают свои плоды у нас. Спасибо. Еще вопросы? Скорее не вопросы, а комментарии к тому, что вот сказали коллеги из Югры, вот буквально сегодня утром, там, в двухстах метрах отсюда, наш совет по инвестициям при председателе Государственной Думе на Рыжкине проводил международную конференцию по обеспечению роста инвестиций в Россию, инвест-рос. Вы знаете, вот такое ощущение, что как будто две совершенно разные площадки, два совершенно разных взгляда. Я вот Александру Александровичу сейчас дал буклет, и там написано отношение инвесторов к инвестициям в Россию на данных исследований РФПИ. В 2007 году степень удовлетворенности была 51%, по-моему, если я не ошибаюсь. Степень удовлетворенности в 2012 году 76% у инвесторов. Вот я полностью согласен с тем, что сегодня говорили об отсутствии информации, объективной информации в том числе, и то, что сегодня представители небольших муниципалитетов говорят на встрече с губернатором Архангельской области Орловым, Игорем, да, мы встретились, он говорит, что может наш муниципалитет, да, там мы понимаем, там кораблестроение происходит, огромные, казалось бы, три миллиона рублей бюджет, 3 миллиона рублей. О каком, о каких вот тех вещах, о которых и Анна Николаевна говорила, и Юрий Викторович, уважаемый, да, о проектировании, о зонировании, о том, что вот, наконец, закон принят, но теперь вопрос, ну, отменят, да, действительно, это как выход, отмена там налога на недвижимость, но это не приток тех же денег, это, да, создание, может быть, благоприятных условий. Вот мы сейчас сидели с председателем Совета по саморегулированию, с председателем Топарго-промышленной палаты Константином Априлевым, мы говорили о том, что лицензирование, ну, уже как факт свершившийся, тогда надо сейчас извлекать позже и нам, профессиональному сообществу, подумать, а как лицензирование действительно все-таки вписать и сделать разумную вот эту вот реализацию конституционного права, как сделать разумно так, чтобы и собственники жилья, и профессиональное сообщество все-таки влияли на стандарты и на выдачу этих самых лицензий. И тогда другие сферы, может быть, которые нуждаются в цивилизации отношений, это рынок недвижимости, вот Российская гильзия риэлторов уже давно там инициирует закон о недвижимости, да, о риэлторской деятельности, прошу прощения. И, может быть, действительно тогда вот уже создан практически прецедент, может перенести на какие-то другие сферы. И вот эта вот область, которую мы сегодня обсуждаем, абсолютно четко понятно, что она вписывается в деятельность работы нескольких абсолютно комитетов и структурных подразделений Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Это, с одной стороны, комитет по предпринимательской сфере экономики недвижимости, благодаря вот РОО, президенту, руководному председателю Александру Александровичу Канчеву, мы сегодня здесь обсуждаем и в последнее время вообще обсуждаем очень животрепещущие темы. Вы помните последнее наше собрание в общественной палате, у каждого здесь есть диск, может посмотреть. Абсолютно были собраны все ключевые фигуры, которые влияют на принятие решений. И вот мы поняли, что вот этот диск, вот журналы у нас всех, мы подошли к вопросу, который сегодня коллега сказала о том, что отсутствие информации. И, собственно говоря, есть такой некий призыв, может быть, в рамках сегодняшнего заседания, может быть, в следующего заседания рассмотреть проект о создании некого интернет-проекта для комитета «Недвижимость без границ». Есть представлено для председателя проекта этого всего. В каком плане? Без границ имеется в виду не физические границы, а то, о чем мы говорили, что недвижимость существует и в сфере ЖКХ, и в сфере энергетики, и в сфере жилищной, и нежилищной, и земельной. Это же все недвижимость без границ, потому что почему-то ее все время делят. Это вот такая недвижимость, это такая недвижимость, это такая недвижимость. А все должно куда-то стекаться. И мне кажется, тот энтузиазм и тот напор, которым Александр Александрович ведет комитет и саму торгово-промышленную палату, чтобы наносить на осенних встречах с депутатами Госдумы, в ноябре традиционно происходит у торгово-промышленной палаты, может сформулировать, потому что все руководство здесь бывает, как минимум спикер и два вице-спикера, а часто бывает, что собираются 3-4 вице-спикера. На моей памяти такие были встречи. 30-35 депутатов Госдумы приезжают сюда одновременно. И все это в виде сборников и в виде хороших ярких выступлений можно было бы донести, вложить в уши. И, собственно говоря, если говорить о ГЧП, то есть сегодня говорилось, что тоже есть тот соответствующий комитет, Селезнев возглавляет по государственно-частному партнерсу. Все можно было туда вложить, эту информацию, и на едином информационном ресурсе торгово-промышленной палаты это все сделать. И в качестве еще предложения, которое бы я хотел, чтобы вошло в резолюцию сегодняшнего нашего заседания и как приглашение прозвучало, о том, что, может быть, провести, извините, практику проведения выездных заседаний, не только в Москве собираться, а, может быть, собираться в каких-то регионах. Для начала можно было бы это сделать на Всероссийском жилищном конгрессе, который пройдет с 1 по 4 октября. В Санкт-Петербурге это традиционно, международно туда приезжают представители 30-40 стран, представители 70 регионов России. И, собственно говоря, он поддерживается российская гильдия риэлторов, вице-президент Константин Априлев. Мы могли бы там встретиться, организаторы бы предоставили площадку, и мы могли бы уже посмотреть и донести все эти вещи где-то там. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что действительно инвестиционная привлекательность, ну, это, конечно, мечта, чтобы был 71% такой, да, вот, живой отклик, как ГШПИ демонстрирует. Но если даже это будет 25-30, я думаю, что это будет тоже блестящим результатом. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Спасибо. Ну, вот я на самом деле немножко скорректирую то, что сказал Михаил, да, потому что, да, безусловно, нужно думать о том, что будет, но бороться с сегодняшним форматом лицензирования, безусловно, нужно, да, потому что очень часто мы сталкиваемся с простыми форматами, когда нам говорят, господа, все на самом верхнем уровне уже решено, вы можете вообще даже не дергаться, все вопросы решены. Я привожу пример нотариат, да, когда нам сказали, что все, все сделки даже с коммерческой недвижимостью будут подлежать обязательному нотариальному удостоверению. Результат на сегодня нет. Обязательного нотариального удостоверения нотариата в отношении сделок с жильем, сделок физических лиц. И вопрос здесь не в том, что нотариат плохой или хороший институт, а в том, что нельзя создавать каких-то преференций в формате гражданского общества, которые на сегодняшний момент существуют. Их нужно заслужить, да, если при этом нотариат не создает никаких новых институциональных возможностей защиты прав собственников, то почему мы должны, собственно говоря, передавать ему на обязательной основе. То же самое и здесь. Если мы видим ущербность законопроекта, нужно до конца бороться с этим форматом, чтобы нам не говорили. И здесь я, Юрий Викторович, поддерживаю всецело, считаю, что мы должны, в принципе, эту позицию доносить, ее обосновывать, чтобы нас услышали. И все разговоры о том, что что бы там ни было решено, это разговоры, как раз демонстрирующие слабость той стороны, у которой других аргументов в пользу закона не имеет. Она их не имеет. Вот по этой причине мы, как профессионалы, должны за эту позицию держаться и жестко ее отстаивать. А Юрию Викторовичу огромное спасибо, потому что он уже, только я уже был на четырех его докладах, он их все время модернизирует в разных местах. Огромное спасибо. Так, пожалуйста, еще вопросы. Бойцы, бойцы. Я, прежде всего, хочу поддержать то, что недвижимость является двигателем роста, но недвижимость без границ – это плохое название. То есть границы у недвижимости обязательно должны быть, иначе правовой статус и оценка становятся непонятными. На самом деле, действительно, рынок капитала у нас, вот если смотреть на вывоз капитала, как бы актуальные проблемы сегодняшнего дня, если 100 миллиардов, которые вывезены в прошлом году, остаются здесь, то вопрос – а куда вкладывать-то? Нет инвестиционных инструментов, как сберегать? Вот вопрос-то в чем. И инвестиционные квартиры, извините, при всей ущербности, и, как бы сказать, то, что там из-за услуги ЖКХ они должны, и много-много всего, и портят, так сказать, статистику обеспеченности жильем, тем не менее, это инструмент для того, чтобы защитить свои вложения. А институциональных инструментов денежного рынка, которые на недвижимости выстроены, как это должно быть, их нет. Эти ежики, это АИЖК, да, это единственный пример. Это единственный пример, когда средства действительно институциональных инвесторов могут идти в недвижимость. А вообще-то у нас с финансированием все значительно тяжело и плохо. Вот очень хорошо Юрий Викторович осветил про заемные средства на ремонт, которые у нас тоже не работают, это абсолютно из-за путаницы. Но это один из примеров. И вот то, что вы говорили, Михаил, это как бы замечательный, ну, как сказать, информационный повод для того, чтобы поднять. Я всегда говорю, ну, я 10 лет назад еще говорила, что у нас рынок капитала, российский рынок капитала, начнется с ипотеки, начнется с недвижимости. Но эта ипотека сегодня так не работает. Я, как частное лицо, только через банк могу участвовать в том, что кто-то покупает квартиры. Хотя у нас сбережение средств есть у населения. Население это в основном старший возраст сберегает, молодой тратит. Значит, вопрос, как перераспределить через инструменты денежного рынка, которых у нас нет. Извините, на политическом уровне у меня подруга, американка, она говорит, я вынуждена покупать недвижимость, потому что у нас американцы не имеют права вкладывать в денежные, в ценные бумаги, не американские. Нормально? Страна демократии, всецелый. Нормально? А у нас куда угодно, чего угодно, да? И вот, как бы, мне кажется, что если так это начать, копецно рассматривать, начиная с информации о том, что вообще-то, я согласна абсолютно с тем, что несут лицензирование, неправильно, это откат назад, это, ну, это неправильно, но грамотности в сфере экономики недвижимости, использования этих аргументов, ее нет, ну, хотя бы там как-то использовать можно, действительно, обучать. Я вот не согласна только с коллегой о том, что если у нас действительно у управляющей компании есть регулирование, которое нужно менять, в этом я согласна, что она должна возвращать, управляющая организация, это менеджер, это не инвестор. Задача управляющей организации обеспечить привлечение денег и улучшение объекта. Вот она берет плохой дом, ну, как бы, а потом раз, возвращает, капитализация повысилась, классно отработали. Есть оценка. Но, по сути дела, конечно, у нас огромное поле работ, спасибо вам большое, я очень счастлива, что это заседание такое получилось многогрант. Наталья Витальевна, не могу не ответить. В эпоху действительно железного занавеса видно, что воспитывали людей, и которых был именно такой взгляд. Если граница, то это значит физическая граница. В данном случае мой тезис говорил о том, что, ребята, хватит вкладывать денежные средства в инвестиционное жилье, недвижимость, без границ. Мы говорим про ИЖК, замечательно, проверка по генпрокуратуре показала, что размещала, брала у государства под 6,25%, размещала у мастер-банки под 8,5% и одновременно кредитовалась под 9,5% у других коммерческих банков. Замечательно, прекрасно, институты, вы сейчас ему сказали слава, а ИЖК. Ну, к чему вы говорите? Мы говорим сейчас о том, что много других видов вложений в недвижимость. И мы говорим, что недвижимость за границу. Здесь как раз такие игра слов. Вот это было, что не за границу, господа. Вот что сделали итальянцы сейчас на Лазурном берегу, упали цены. Почему? Да потому что налог на владение для итальянских граждан, тех людей, владеющих недвижимостью во Франции, внутреннее налогообложение выросло. Все итальянцы, которые на сегодняшний день, это была более вторая группа покупателей недвижимости на Лазурном берегу, были итальянцы. Они сейчас распродают свою недвижимость на Лазурном берегу по одной простой причине, потому что внутри невыгодно. Мы и говорим о том, что мы здесь патриоты, мы здесь заинвестирование. Это, ну, как бы комитет торгово-промышленной палаты по экономике в сфере недвижимости. Почему слово Российской Федерации? Я думаю, что априори все, кто здесь присутствует, говорят об интересах Российской Федерации. И если говорим про недвижимость без границ, то мы говорим, что, ребята, мы создаем инструменты для инвестирования в российскую недвижимость, мы здесь говорим, в российскую систему ЖКХ, в Хантын-Мансийский автономный округ, для того, чтобы не было создачения кадров в центральных городах России, в мегаполисе Москва, Санкт-Петербург. Если мы сейчас сложим физически реальные цифры, сколько здесь живут в регионах Московского и Санкт-Петербург, то мы получим 40 миллионов человек из 140 миллионов населения, это будет, вы представляете, да, эта цифра близка 30 процентов. Вот о чем мы говорим, о том, что нет границ, и в том числе внутри российских, о том, что мы должны сидеть, встречаться и делать это, мы должны использовать свой ресурс в Москве, это сделать уже на основе новых информационных технологий, о том, что на базе, я не знаю, я высылал презентацию короткую, к сожалению, наверное, не получится, да, ее включить. Александр, не получится вот мою презентацию короткую включить про вот этот интернет-проект недвижимость без границ, другого раза, хорошо. Я думаю, что лучше это сделать в другом разе, обстоятельно, потому что, может быть, название скорректировать, чтобы понравилась там недвижимость, расширяя границы, как-то так, а потом мы придем, потому что у государства все равно границы есть. Значит, я думаю, что мы включим, уважаемые господа, уже здесь, здесь это помещение мы должны будем передать через 5 минут. Значит, я, во-первых, всех благодарю, несмотря на плотные графики, несмотря на то, что люди из других регионов, люди из представителей органов власти, также у которых тоже плотные графики, нашли время и действительно поработали здесь. Как я ожидал, лично я, в общем-то, всковырнув этот пласт, эту тему, она не просто тяжелая, она настолько обширная, что, безусловно, одним заседанием здесь не обойтись, одним комитетом только нашим здесь не обойтись. Вот подытоживая, значит, я что предлагаю? Во-первых, в ближайшее время, подводя некий итог, и вот за полгода работы комитета, мы постарались активно, в общем-то, начать, и при этом ничего не натворить, а что-то все-таки столкнуть, сделать, что-то где-то удалось, вот как, к примеру, к тому налогу на недвижимость, где-то нам посложнее, и нужно будет опять эти вопросы выносить и в разных форматах, не только здесь, но между комитетом, между государственными органами власти, между министерствами. За вот эти полгода мы рассмотрели 17 законопроектов, причем в самых разных областях, и, в принципе, немало удалось, за что спасибо и участникам, и членам комитета, нашим бойцам, в полном смысле слова, и руководство палаты нашему, которое всегда находит мужество и поддержать, потому что, безусловно, пласт вопросов, которые поднимаем, он противоречив. Да, где-то вот предпринимателям мы хотим там снизить налоги, понятно, справедливо хотим, понятно, что у государства важная задача сегодня с другой стороны, и тяжело их снижать, но, тем не менее, как оказывается, компромиссы можно находить. Что касаемо этой темы, значит, мы формируем сейчас повестку дня на следующие полгода, я посмотрю, что у нас там, значит, высвечивается в порядке очередей, я думаю, что мы не остановимся на этом, значит, заседании, презентацию проекта подавайте, безусловно, мы будем это рассматривать. В следующем полугодии мы рассчитываем наращивать взаимодействие со СМИ, потому что это тоже эффективный инструмент, и сделать также упор на взаимодействие с другими комитетами, потому что тот же ЖКХ тема, тут впору комитет создавать, на самом деле, не просто, вот, рассматривать только в рамках нашего комитета. Что еще хотелось бы сказать, еще раз всех благодарю, значит, мы в прошлый раз анонсировали новое начинание работы нашего комитета, значит, интернет-приемную, она в ближайшее время, в общем-то, я думаю, и при поддержке руководства палаты, она начнет активную работу, поэтому пишите, звоните, я всегда готов встречаться между командировками, работами, то есть не только здесь, комитет, напоминаю, работает круглый год, за исключением, конечно, мы с вами встретимся в следующий раз в сентябре, дата будет дополнительно объявлена, и июля-август не получится работать, тут уж понятно, что другие, а в сентябре встретимся. Еще раз всем спасибо, спасибо, и удачное отдохнуть все-таки летом, желаю, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok